Дорогие друзья, в этот прекрасный теплый вечер я хочу поднять этот бокал и выпить за нового члена, который вливается в нашу дружную семью. За Сан Саныча Берковича. Спасибо. Не, спасибо, семье не поможешь. Потому что семья это он. Это механизм. Это машина отечественной сборки. О как. За которой надо постоянно ухаживать, тогда она откликнется тебе взаимностью. Когда надо, пригреет, а когда надо и утык даст. Ну, короче, Сан Саныч, пересмотри «Крестного отца». Зачем? Затем, что это правильный фильм. Там ясно, показано, на что люди идут во имя семьи и что с ними бывает, когда они идут против. Вот. Усвоил? Да, конечно, Маш. Наконец-то. Тогда за тебя. Опа! За вас. Сан Саныч, за вас. Та-та-та-та. Быстро, быстро зайдай. Спасибо. А раз усвоил, тогда у тебя первое задание от семьи. Завтра сидишь с детворой. Потому что у нас с Валькой совет директоров «УВУ». Тамарь чернозем. Иван Степанович, может, вы запамятовали? Завтра Иван Степанович идет на работу. Так. Начинается. Нету. Ничего страшного, Лонечка. Я позвоню и предупрежу, что... Что? Что меня не будет. Заметно, Иван Степанович. Я сижу с детворой. Вот это другое дело. Вот это уже член семьи. Тогда, как говорят, у нас у Кучугурах... Бенменутти не ла фамилия. Грация, конечно. Грация, конечно. Грация, конечно. Грация, конечно. Грация, конечно. Навстречу лету взять и убежать Замелькают километры кинолентой не удержать Все тревоги оставляя где-то за порогом Попутным ветром встретит лето И невзначай шепну я городу Прости, прощай Попутным ветром встретит лето И невзначай шепну я городу Прости, прощай Осторожней! Да я осторожней! Так, я не поняла, а шо это ты расселся? Валюха, а я это... Шо ты это? Спину потянул Да шо ты говоришь? А когда это ты успел? Та вот же позапрошлом году И вообще не гоже, чтобы директор по развитию ящики таскал Слышь ты, директор? Ну-ка быстро ящик в зубы и вперед Какая же ты грубая женщина, а? Угу Подохну я скоро с вашими помидорами Да иди ты уже, господи! А где наши компаньоны? Кто? Я говорю, Буханкины где? А, не, они не могут У них сейчас очень сложный период романтический Они в контрах Зачем я связался только с вами, а? Один спину потянул, у других медовый месяц А ну подожди! Что? Подожди, я говорю, не гунди, ля Мысль соскучит сейчас Ну Что, скачило? Сформировалось Что? Слушайте, мы с этим бизнесом очень плохо развиваемся Шо мы с этих теплиц, копейки какие-то имеем? И шо? Кап шо? Скоро осень, так? Так Дети в школу пойдут, пойдут? Пойдут Пойдут Цветы учителям понесут? Понесут А мы эти цветы им будем посылать прямо из Голландии Слышь, ты когда полтора года назад спину потянул Ты башкой не стукнулся, не, не ударился, не, не Валюха, я вот на тебя смотрю и думаю Как ты вообще стала бизнес-баба, а? Макс же вот нам недавно рассказывал Что у него в Голландии есть друг Вася Который цветами занимается Там эти цветы стоят копейки А здесь их можно продать 500% прибыли Я предлагаю заморочиться Да иди ты в баню Черт и шо, вот это она придумает? Не, 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 не Мне кажется, Иван дело говорит На цветах можно хорошие бабки заколачивать Если что, я в доле Дорогой ты мой человек Да Жук ты мой колоритный Вишь, человек сразу догоняет Голосуем Кто за? Кто против? Принято единогласно Продолжаем праздничную загрузку Говорю, загрузку праздничную продолжаем Да я поняла, господи Обсудим детали? Давай Женька! Ба, кого я вижу Какие люди Здорово, Катюшела Какими судьбами, Алексей? А мы с Женькой в кино решили сгонять Понятно, понятно Ну что, давай закурим что ли? Я же не курю Да ладно Да ладно Что, спортсмен? Ну да Узнаю старую подругу Ну что ты застыла? Теперь хватай его за попу и целуй Ты же так со всеми моими знакомыми делаешь Да? Подожди, Жень Да мы просто болтаем с ней стоим Все, что ты Ну? Леш, знала я одного гражданина, который тоже однажды просто поболтал с Катей А ты что делаешь? Как? Мы же в кино с тобой собрались Леш, езжай домой А кино? Леш, ты мне друг? Да Езжай домой Ага, хорошо, я понял Не, Вань Что-то я боюсь Что ты боишься? А, Ольга Николаевна опять приснилась в огуречной маске, да? Да иди ты мне Я про этот твой бизнес-план с Голландией У нас же паспорта закончились А оформлять их, это же целое дело Это же головная боль Харе бояться Валюха, все, бояться за тебя Теперь буду я А с паспортами я тоже проблему решу Это не лето Да, Леха, Валюш, дивизию Что ты делаешь? Простите, дядя Вань Простите, дядя Вань Там просто это Ну ты и Кто? Да у тебя подругами могут быть только Ну кто? Вурдалаки Правильно Поэтому ты и была лучшей из них Что это такое, а? Катя, что случилось? Женек, а что случилось? Иван Светланович, что вы опять устроили? Кто? Я? Ну а кто? Что происходит, Иван Светланович? Так это я должен спросить, что здесь происходит Оль, это наша Женька что-то с вашей Катюхой, Сан Саныч, не поделили Олюша, ну-ка, пошли за мной А ну, на, держи Подожди Сан Саныч, ну что же это такое, а? Ну вот первое поручение от главы семьи и все Нет, Иван Степанович, понимаешь? Не надо портить о себе мнение, оправдание Нет, ну тогда, может быть Можешь У тебя в Вавире есть связи? Да, у нас же учится сын Ну, подробности меня не интересует Нам с Валюхой надо оформить за грандпаспорта, а это срочно Хорошо, я попробую Так, а ну бойцы А ну концу мир Сан Саныч, это второй шанс войти в семью Третьего не дано Я попробую Так, молодежь, слушайте меня внимательно Сан Саныч, ну не стой над душой, а Вир это срочно А, да, конечно, конечно, теперь вы Ну, Евгеша, ну не надо Ну, родненькая, ну не надо Женек, ну что ты так убиваешься? У тебя вот вся жизнь впереди Еще наплачешься Бабушки, почему все мужчины такие идиоты? Ой, родненькая моя Я этим вопросом задаюсь уже не один десяток лет Да не горюй ты Остынет твой Леха, еще сам прискочит извиняться Ну, конечно Да при чем тут Леха? Здрасте, пожалуйста Разве не из-за Лехи ты убиваешься? Бабушка, если б все было так просто Ну, Лелик и Буллик, рассказывайте, что тут за война? Не понимаю, о чем ты, дед? Только не надо ля-ля Что тут у молодежи за война мирового масштаба? Информационные услуги у нас платные Я сейчас ремень сниму Дед, ну ты же знаешь, мы вещами не берем Значит, не хотим колоться, да? Ну все, гореть вашим задницам, бизнесмены Стоп Совсем забыли сказать У нас сегодня распродажа Да, и поэтому для наших постоянных клиентов 100% скидки на информацию Дед, ну хотя бы в цирк сводишь, а? Ладно, ладно Свожу, крохоборы Рассказывайте, что тут у вас произошло? Да ничего особенного Переходной возраст Гармон обушует Юношеский нигилизм Каждая ссора с молодым человеком Кажется концом жизни Как только представлю, что у нас это только впереди Аж мурашки по коже Что вы мне байки забиваете? Что тут было? Короче Женька погрызла с Лехой из-за Катьки Так А с Катькой из-за Кирилла Так А с Кириллом из-за Катьки Ага, Леха с Катькой что? Леха ничего Что вы меня опять путаете? Что тут произошло? Дед, тебе надо знать одно Женька в контракт с Кириллом А все остальное, что ты видел Это следствие А Да это нехорошо Вижу, что без нашего вмешательства тут не обойтись Сколько у меня тогда была? До окончания школы полгода оставалось Да, 16, как тебе А вот в этот самый ответственный момент Мне как раз и угораздило влюбиться Вот так, по ушам У солдатика Из Смоленской Я помню, у него такая оформенная Шапка Военная Вот Такая большая была Оказалось, она на его ушах держится Ну и я В календаре числа Отмечала Кружочком До следующего свидания Потом он Так раз И пропал Исчез Я вот так же, как и ты сейчас Просто рыдала в подушку Все Какая там золотая медаль Я всю учебу забросила Ну, потом ничего Как-то все Успокоилось Года через два Да Пришло Письмо из Смоленской от него С извинением Но было уже поздно Тяжело Тяжело Так, я не понял Иван Степанович Шо? А что, что-то На кого похоже? На маму Ты куда так вырядился Чучело? Я должен вам напомнить Валентина Петровна Что мы с вами в Голландию едем Нам на загранпаспорт Фоторофироваться надо А? Фоторофишь только вверх Нахрена Шо? Пойдем меня Фоторофируешь на паспорт Валюха Валюха Можешь не получится Олег Попов Олег Попов Все готово Следующий Те, видишь как быстро Следующий давай Угу Та иду я Иду Медленно идешь Быстрее А разрешите С вами присесть? Хорошо Благодарю вас Нет Идея С цветами Из Голландии Она неплохая Да Интересно Кому пришла в голову Такая светлая мысль Олег Николаевнов В нашей семье Светлые мысли Приходят только в одну голову Ой-ой Если бы вот эта голова Еще не трыдела Цены б ей не было Опа Ну не двигайся Фотки размазываются И подбородочек повыше Да Вот так Только ты, Женек, уточняй Какой из трех подбородков Выше поднимаешь Да сиди уже Господи Ну, Ба, ну, давай Ну, все, все, все Ну, все, все Да что ж Не, Оля, ты видел это Такого Ба, ну Рядом сиди Все Так, заходим на мыло Водим пароль Водим пароль Хорошо, что мы еще в прошлом году Женькин ящик хахнули Да Так Вот письмо от Кирилла Ответить Что писать? Пиши Если хочешь извиниться Если хочешь извиниться Приходи завтра в цирк Приходи завтра в цирк В шесть В шесть Отправить Ушло Теперь Удаляем письмо из отправленных Очищаем корзину Что, нормально Нет Ну, не очень Ну, тень на полица Да нормально Я фонарь принесу Он мне там в комнате Нет Подожди Эта тень от бабы Вали Она же все перегораживает Давай мы ее, как мы, передвинем И в самый раз Ага Или деду Ваню сейчас сразу У глаз, да, у нас свой фонарь будет Да чего вы думаете Я сейчас быстро Да подожди, Женек Слышишь? Все Готово Думаю, дед может нами гордиться Слышишь, Женек Погоди Слышишь Да не слаботочивайся Да ладно, дед Я сейчас Да ну баба Валя И в тени Выглядит нормально Пошли Ну дед Ничего поручить нельзя Не говори Валюха Иди Сейчас мы тебя с Женьком Светить будем Чего ты сидишь Ну, Степаныч Савиром порядок Договорился Завтра сдаете документы После завтра получаете паспорта Ты ж Мужик сказал, мужик сделал Молодец, Александр Но это еще не все В твоих устах Иван Степанович Это звучит как-то угрожающе Слыхала, Валюха В твоих устах А ты закрой рот Закрой рот В дальнейшем Сомкните ваше устах Иван Степанович Хорошо? Ага, ага Сейчас разбежалась Ай, деревня Достань семь билетов Цирк Какой цирк? Обычный С медведями И клоунами Ты что опять понапридумывал? Сомкните ваши уставы Валентина Петровна Мы всей семьей Идем в цирку На сон Полная хата детей Как? Да нет Я в общем не против Но Просто В цирк так в цирк Все Заслужил место В семейном фотоальбоме Стихийная фотосессия Объявляется открытой Все подошли ко мне Быстро Глава семьи В центре Все благоговеют Вокруг Сюда Женек быстро Пусти, пусти, пусти Сан Саныч У нас дресс-код Простите Шаны снимай Да что ты Да ты Смотри Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты уверена, что это приворотное зелье подействует на Женьку? Что пудов Кирилл Кирилл В цирк По уши Втресканное пойдет Ну Понеслась Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А что это за разгул шовинизма? Шовинизм тут ни при чем Я ваши личные дела изучила И у вашей жены судимость А судимостью вряд ли дадут Какая судимость? Ну вы это у жены спросите Вика! Идет Журнал Привет, Шпендаки Правильно, что на пляж не пошли Там такая жарящая Женька! А? Такой для компотика? Холодненький Компотику? Можно Что? Ну как, компотик? Вкусный? Нормальный О, сидят Вот, внучки Зря вы все-таки с нами на пляж не пошли Мы так хорошо прозагорали Правда, Оля? Ну право слово Ну что, сидеть, париться В душной комнате О, Жирка О, попей компотик С утра варила Вкусный Бабушка Оля Что? Уже ничего Теперь и бабушка Оля Вплеила в чулиц О, нарисовался Ну что там у Авери? Ля Молчит Ты шо, аллох? Давай Давай Шо давай? Ты шо среди меня закидывать начал? Давай, рассказывай Шо тебе рассказывать, пляшивый? О О И тетя Оля Николаевна Она мне уже кличку придумала Пляшивый А кто ж ты? Шо тебе надо от меня? Ты шо ко мне причепился? А мне надо знать За какие прегрешения перед обществом и законом Вы, гражданка Валюха Судимость имеете Олечка Это не то, что ты подумала Шо Ваня Шо Ванечка Шо Ванечка Ванюша Шо Ванюша, куда ты? Сидеть, я сказал Ванечка, ну подожди Ну подожди Побег, да? Сидеть, я сказал Я сказал, сидеть Подожди ко мне Не подходи ко мне, я сказала Ваня, вздумай Я не вздумаю Моголобщина Сюда иди, я сказал Что теперь делать? Только эмигрировать. Посмотрите, перепуганная. Пожалуйста, открой. Открой, я сказал. Понимаешь, я боялась о тебе говорить. Открой, а то хуже будет. Простите, я просто случайно ехала у электрички с чужим пенсионным. Значит, ты пенсионной у старушки свистла, да? А что с ней? Лезвие по горлу в колодец? Да нет, с Зойкой на работе пенсионной перепутали. Ну вот я в электрички еду, а там проводить такая гнида. Ой, поразит такой, попался принципиальный. Вот и пришли за подделку документов. Он спадет наказание, а? Что замолчала? Это так, как подпи, ушло. Как подпи? Выходи уже. Выходи, ты свое осидела уже. Арестантка. Небо. Ну, выдаюсь. А вот и я. Ой, о. Я так понимаю, что поход в цирк откладывается на неопределенное время. Сан Саныч, вы, как всегда, проницательны. Сан Саныч, вот подожди, сейчас не до тебя. Так, все. Вернемся к нашим чернокнижникам. Вы говорите, приворотное зелье, да? Приворотное. Нет, ну, а еще тимьян, душицу и элеотурокок. Колючие. Я еще понимаю, можно найти в нашем дворе. Но где вы взяли волчью слюну? Мы взяли слюну белки. Кого? Ну, мы подумали, что волчья слюна – это для взрослых. А Женьке – собачья сойдет. Мы правда не знали, что так получится. Мы хотели как лучше. Спасибо. Теперь ко мне даже никто на километр не подойдет. Да, мракобесы, юные головы чугунные. Вот натворили вы делов, а? Хороший компотик. Что? Ну, что, Сан Саныч? Ты не жалеешь, что попал в семью, где одни колдуны и уголовники? Ну, хватит уже. Достал. Еще слова я не знаю. Ну, что, ну, что ты мне моралы, что ли, выколешь? Так выкалывай. Давай, выкалывай. Им все равно шенгена не видать. Какой ты бизнес загубила, Валюха? Владимир Степанович. У меня есть одна идейка. Давай, выкладывай. Даже не знаю, как сказать. Да уж как-нибудь скажи. Если бы, предположим, мы были бы в разводе с Валентиной Петровной. Шо? То тогда на твою репутацию никак бы не повлияло уголовное прошлое твоей бывшей супруги. Понимаешь, маленький, но шанс. Ну, шо, шо, шо. Шо, шо. Развод нужен. Какой развод? Фиктивный, Валентин Петровна, фиктивный. Саша, ну, правда, что придумал-то? Да нет, ну. Что? Это вы как хотите. Но у меня есть человечек один в суде. Он может устроить это хоть завтра. Да никогда в жизни. А вуркам слова не давали. Обсуду я. Че ты так кипишуешься, Валюха, а? Да не подъезжай. Это мне надо волноваться, что суд все-таки. А тебе не впервой. Давай, деду все рассмотрим. Расскажем. Сейчас, дай краю. Валюш, ты чего? Деда, мы реабилитироваться хотим за зелье. У нас идея и на этот раз стопроцентная. Угу. Шо, надо на кладбище ночью черную кошку съесть? Дед, ну ты бываешь серьезным? Ладно. Давайте, излагайте. Я сама серьезность. Короче, мы на страничке Кирилла прочитали, что он на радио работает. Ведет передачу приветов и поздравлений. Ну, шо? Пусть Женька на радио как бы случайно позвонит. Ну, то есть помочь им сделать первый шаг друг к другу, да? Угу. А шо, это мысль. Ладно. Реабилитированы. Колдуны. Сожжение на костре временно отменяется. Так, значит, если они... Идите свободны. Ага. Встать. Суд идет. Прошу садиться. Проводится слушание по делу о разводе гражданина Будько Ивана Степановича и гражданки Будько Валентины Петровны. Первым суд вызывает Будько Ивана Степановича. Угу. Иван Степанович, ответьте, пожалуйста, суду. Почему вы хотите развестись? Мы от Михаила Яновича Шиллинга. Да что вы! Ну и как поживает Михаил Янович? Хорошо. Передавал вам привет. Спасибо. Я его 52 года не видела. Угу. Знаете, сколько мне лет? 52 года. Поэтому повторяю вопрос. Почему вы хотите развестись? Ну? Ух ты. Так она же... Она меня бьет. А? Особенно, когда выпьет. Да. Ничего по дому не делает. Нажрется с утра и валяется на диване. Футбол смотрит. Подождите, но если все так, как вы рассказываете, то я не вижу в этом совершенно ничего смешного. Извините. Нервы сдают. Довела? Продолжайте, пожалуйста. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Нотарию здесь? Да. Я так и понял. Темка, здорово. Привет, папа. Ну и что, позвала? Разводиться? Да, если бы я хотела с тобой разводиться, я бы тебя позвала в другое место. А что-то, да. Имущество делить? Я тебя умоляю. Было бы что делить. У тебя ж ни имущество, ни совести. Вот только не начинай. Вот это ты не начинай. Хватит меня нервировать с самого утра. Напиши разрешение на вывоз ребенка из страны. Все, свободен. Гуляй назад в свои кучу гуры. Да. Буханкина, это вы? Да, это мы. Проходите, пожалуйста. Пойдем. Подожди, я сейчас не понял. На вывоз какого ребенка? У тебя что, много детей, Буханкин? Это новость. Подожди, а? Пойдем, зайчик наверх. Из какой страны? Естественно, из Монголии. Слышь ты, не умничай сейчас. Ты можешь нормально сказать? Какого ребенка? Из какой страны? Митя, а что ты мне это, мозги пройдаешь? Гвоздя у стенку вбить не может. Усё приходится взваливать на свои хрупкие плечи. Крышу подлатать. Сарайчик новый построить. Ласточку починить. Это машина моя. Он же, видите ли, водить не умеет. Буханка. Шо? Ну, ты не увлекайся, ну. Я делаю вам замечание, гражданин Будько. Извините, Ваша честь. Продолжайте, пожалуйста. А шо продолжать? Ну, в общем, не мужик, а сопля. Не, ну это, я протестую, Ваша честь. По поводу сопли. Куда это? Сядьте, пожалуйста. Сядьте. Я же не оскорблял, когда там стоял. А кто ты? Продолжайте. Так вот. А в прошлом годе это вообще попросило его потолок побелить. Не, я не понял, куда вы собрались? Отпуск? Ага. С тобой отдохнешь. Вот, пожалуйста, распишитесь здесь и здесь. И можете спокойно ехать в Голландию. Благодарю. В какую Голландию? Вы шо, в Голландию собрались? Да, Митя, в Голландию. Мы с Валей и с Иваном Степановичем едем за цветами. Деловая бизнес-поездка. Опа-на. А когда это меня со счетов сбросили? Ну, ты-то, понятно, давно. А остальные? Я ведь тоже партнер. Митя, ты меня не слышишь. Деловая бизнес-поездка. Там не наливают. Так что вот, на, вот тут вот подписывай. Значит так. Ничего я подписывать не буду. Вот так, да? Да, вот так вот. И я очень много лет знакома с этой семьей, ваша честь. И, в общем, терпеть такое, конечно, это их присутствие, это... Оля, 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 успокойся. Скоро этот кошмар будет позади, успокойся. Слушай, я надеюсь, я надеюсь на это. Вот, и понимаете, это и драки постоянные, это их ссоры. Мне больно видеть, как дети страдают. Понятно. Вот я хотела вас спросить, не по существу вопросов. А что у вас такое с лицами? Это ж такое-то массовое отравление? Мы все отравлены этой жизнью. Ваша честь. Угу. Понятно. Совести у тебя нет, Митя, вот что я тебе скажу. Что это у меня совести нет? Ты сам не работаешь и другим не даешь. Что это не даю? Не думаешь ни обо мне, ни о ребенке. Что это не думай, а? Потому что нечем у тебя думать, Митя. Ой, а у нас? До свидания. Всего доброго. А у нас в нового палата. Ладно, не завидуй. Не завидуй. Значит, я каждый день бухаю, да? Да ладно тебе, Валюха, что ты на меня-то? Мы там все расстарались, особенно у Оля Николаевна. Значит, вы нас терпите, да? Иван Симович, только не надо на меня всех собак спускать. Самой тошнит. А, собственно, вранья. А ты, Сан Саныч, ты вообще красавец! Как же так можно было договариваться, а? Спокойно, спокойно. Человек в суде новый, еще не всех знает. Не всех знает. Спокойно. В результате вас развели? Развели. Развели. Средиственное вы получили? Да. Ну, какие претензии? Да нет, ну, все равно неприятный осадок-то остался. Я вон сколько гадостей от Ольги Николаевны высушил. Иван Симович, вы избавьте меня от ваших упреков, пожалуйста. Да я что, я к тому, что совесть-то все равно надо иметь. Да чипись ты от людей уже, господи. Женщина, а вы что мне указываете, а? Вы мне кто? Вы кто? Я сорок минут уже как совершенно свободный мужчина. Да иди ты свободный мужчина. Доброе утро, Женек. Я тебя обыскался. Слушай, помощь твоя нужна. А что тебе с голосом? Кто, видать, вчера на суде сорвал. Бабу Валю не перекричишь, ты же ее знаешь. Понятно. Что ты хотела? Ну, а это, мы с Бабой Валей решили Бабу Олю Сан Санычем поздравить. С чем? Ну, у них вроде теперь как семья. Значит, мы теперь вроде как клан получается. Вот Баба Валя ей причепилась. Закажи песню на радио. Закажи песню на радио. Вот она и телефон радио нашла. И текст какой-то напечала. Я бы сам позвонил. Ну, а, а, алё, алё. Видишь, голоса нет. Дед, ну, поздравлять по радио, это же вообще прошлый век. Да? Да. Да я сам не в восторге. Ну, она причепилась. Закажи, 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 закажи. Ну, ты же ее знаешь. Ну, хорошо, сейчас я позвоню. Вот это так. Вот это, молодец. Дедцы. Дедцы, молодец. Молодец. Видишь, думал, что прорезалась. Не, рецидив остался. Давай, я пошел. Ну, а что там наша невыездная, Валентина? А, Валя решила поехать с Иваном Степановичем до Москвы. Вот. А потом там она останется у детей. Будет ждать его возвращения. Валечка, кстати, о детях. Что? Мне кажется, что, ну, что нам пора сказать. В смысле? Ну, про нас. Кате. Ой, Саша, 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 Саша. Нет, 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 это вот нет. Давай все оставим так, как есть, пожалуйста. Нет. Ну, вот, пожалуйста. Да? Хорошо. Салют, любимая. Ты где вот от этого полутра валандался? Завтрак же стынет. Ну, Валюха, какая же ты все-таки меня приземленная женщина? Вот только о желудке и думаешь. Ля. Сюда иди, ля. Господи, как же я вот это живу с тобой столько лет? Наградил же Господь. Повезло тебе, да. Пришел руками машем. Ну, шо пришла, и шо? И не шо. А сейчас, Валюха, на твоих изумленных глазах произойдет убийство сразу двух зайцев. Ну, шо ты вот это плетешь? Каких зайцев? Какое убийство? Во-первых, мы на всю страну поздравим Ольгу и Сан Саныча с их, так сказать, союзом. А во-вторых, шо самое главное, помирим Женьку с Кириллом. И вот как вот это ты себе представляешь? Как это мы с тобой их помирим? Не разбивай в одно! Сядь. Сядь. Вот слушай и учись. Покажи в Макаренко Иван Степанович. Ой, ой, ой. Вот, кстати, первый телефонный звонок, наверное, для тебя, Кирилл. Доброе утро. Вы дозвонились в программу «Музыкальные приветы». Говорите, вас слышно? Вы в эфире, да? Это кто? Да, да, говорите, конечно. Семья Будько поздравляет Ольгу Ковалеву и Александра Берковича с началом совместной жизни. Надеемся, что ваш союз будет прочен и долговечен. Ну, по крайней мере, таким образом в свое время был собственный союз. Но пусть в вашем случае все не закончится и через 70 лет. Мы надеемся, что вы будете жить душа в душу. Что ничто и никогда не омрачит вашу любовь. Иван и Валентина Будько мечтают погулять на вашей свадьбе, отметить ваше новоселье в большом и крепком замке под названием «Любовь». Посадить дерево в большом семейном саду и понячиться с вашими будущими малышами. Да, да, вы не ослышались. Именно с малышами. И в завершение поздравления просим поставить песню. Женька, ты что ли? Кирилл? Ты что там делаешь? Я работаю. Ты что, преследуешь меня? Я тебе тысячу раз говорила, отцепись. Так кто к тебе цепляется? Тебя не поймешь, то ты в цирк на свидание зовешь, а сама не приходишь. Какой цирк? Ты что, вообще на своем радио переработался или что? Да что ты орешь на меня вообще? Да что ли ты не нужен, чтобы я на тебя орала? Вы только что прослушали фрагмент радиоспектакля «Личная жизнь» и «Оборвавшаяся карьера» Кирилла Сетева. Саша, а что смешного? Объясни мне, пожалуйста. Не знаю, приятно как-то. Приятно? Шо ты сидишь, пляшевую голову свою повесит? Помирил? Ай-ка я только. Последний раз тебя предупреждаю, не звони сюда больше никогда. Бабушка, ну кто тебя просил? Женек, ты на бабу Валю не обижайся. Я хотел как лучше. Женок, еще раз влезете в мою личную жизнь. Убегу из дому. Понятно? Просто супер классно. Будущих малышей, значит, да? Очень мило. Я надеюсь, не откажете в любезности быть крестной? Катя. Что? Что такое? Тихо струится река серебристая, В царстве вечернем зеленой листвы. Солнце садится за горы лесистые, Рог золотой выплывает. Луны? Олечка, у меня такого романтического настроения лет 300 не было. Я чувствую себя как школьник. Я признаться позже. Э, что за разговоры на задней парте? Хороши школьники. Какой урок? Биология? О, Саша Беркович нашел новый экземпляр для своего гербария. Ну, посмотрим. И что это у нас тут такое? А, верблюжья колючка. Катя. Нет, Лизерина, общаться в подобном тоне со старшими это нехорошо. Я хочу, чтобы она один раз слышала. А вам-то, наверное, хорошо. Ну, знаете, раньше на попу никто не жаловался. Катя. Формы подрастерял, да? На поэзию перешел. Зачем ты, Катюша? Это просто... Катя. Оля. Екатерина. Нет, нет. Я предлагаю добровольно прекратить приступ вот этого хамства. Мы... И впредь так, я не говорю о себе, я говорю с отцом так впредь. Не обходи. Мне плохо. А ей хорошо. А ей хорошо. Она уезжает. И меня, и тебя. Я считаю, это вам надо. Без моего отца обходиться. Да? Да. Позволь, я старше тебя, и я буду решать, что вы не поможете. Папа! Папа! А-а-а! А-а-а! Что делать? Таша! В ребенку прыгаем! А-а-а! 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 И в этих пробках каждый третий увяз. А где-то лето до рассвета спит в гамаке. И перламутром красит утро волны в реке. Море. Я растворяюсь в этом море людей. Сколько еще до отпуска зачеркивать дней. Перевернуть бы наши судьбы, вещи собрать. Навстречу лету взять и убежать. Замелькают километры кинолентой не удержать. Все тревоги, оставляя где-то за порогом. Попутным ветром встретит лето и невзначай. Шепну я городу, прости, прощай. Попутным ветром встретит лето и невзначай. Шепну я городу, прости, прощай. Да, с таким давлением я буду жить, доктор. Я говорю, с таким давлением можно хоть завтра в армию идти. Или я что-то не понимаю, или мне кто-то что-то недоговаривает. Сань, ну мы же знаем друг друга уже, слава богу, с первого класса. Колесь, зачем тебе этот спектакль? Ну что, довела отца, да? Ты довольна? Вот объясни мне, пожалуйста, что за цирк ты здесь устроила, а? Мне кажется, что это вы здесь цирк устроили. Я, да. Чудеса дрессировки, блин. Профессор читает стихи и стоит на задних лапках. Катя, что ты несешь? Саня, я тебе еще раз повторяю. Не нужно впутывать меня в свои личные проблемы. Ты эту кашу заварил, ну ты и расхлебывай. Да пойми, это был шаг отчаяния. Я просто не знал, как оставить эту жуткую склоку между Олей и Катей. Я же тебя не как кардиолога, я тебя как друга прошу. Саня, давай расставим все точки над «и». Ну, во-первых, я дрожу своей репутацией. Ну, во-вторых, у меня есть свои принципы. Ну, и в-третьих, ну, они же меня сразу расколят. Я врать совершенно не умею. Ну, надо же когда-нибудь начинать. Потом это святая ложь. Нет. Нет и еще раз нет. Кто там? Ой. Кого я вижу? Король бизнеса? Олигарх бездомный? Что-то случилось? Закрылась ночлежка твоя? Ну, даже компаньон не выдержал, выставил? Ну-ну, пройти, дай. О, Лорик, ну не начинай. Я же пришел не из-за того, чтобы будьки в Москву за визами поехали. Я так сам захотел. Это мое мужское решение. Вот на, в знак примирения. А то, что мы с Темочкой не поехали, это чье мужское решение? Пройти, говорю, дай, стал он. Лорик, ну я же не из-за вредности, я же хотел, чтобы мы все вместе в Нидерланды поехали потом, когда-нибудь. Короче, Митя, мне твоя брехня напополам с пьянством уже вогде. По самые Нидерланды. Так же все, давай, давай, отчаливай. Все понятно, да? И знаки свои забирай, забирай вместе с примирением своим же. Так что все ясно? До свидания. Точно решила? Вот точнее не бывает. Вот это решила, да? Решила быть не могу, как тебе передать. Да ты не пугай, я и в Азеле переночевать смогу. Так тебе ж там самое место. Свернись вместо запаски калачиком и подремай немного. Андрей Иванович! Да-да? Что там? Как там папа? Да, Мастер Александрович, спасибо, мне не говорить всю правду, но я... Но я обязан быть предельно честным. Все так плохо? Нет. Все гораздо хуже. Мы имеем тяжелейшее нервное расстройство на фоне интенсивных психологических нагрузок. Ну, ситуация непростая, я бы даже сказал критическая, но не безнадежная. Сегодня перевозить больного нельзя, так что я дал ему успокоительный, он сейчас отдыхает. Я вас очень прошу, сегодня его не беспокоить. Мы все понимаем, ну что вы, а что нам делать? Ну, выход из ситуации такой. Постельный режим, никакого алкоголя и табака. Ну, конечно, да. Да, и плюс строжайшая диета. Первые несколько дней исключительно перловая каша без масла и сахара. И я вас очень прошу, покой. Никаких отрицательных эмоций, только положительные и только позитив. Это все? Ну, да. Андрей Иванович, вы от нас ничего больше не скрываете? Ну, да. Ольга Николаевна, я врать просто не умею. Все хорошо. Бабушка. Проснись, бабушка. Бабушка. Женька. Ой, что случилось? Так вот, как он кто-то ходит. Не страшно? Ну, перестань. Ну, что ты говоришь такое? Да все. Господи. Тебе не показалось, нет? А тебе? СТОНЫ 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 Давай позвоним деть Саше. Ему нельзя беспокоить. Его здоровье в опасности. А наше? Сейчас узнаю. Ну, успокоено. Ах, тх. СТОНЫ 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 Оленька Николаевна, Женечка, я дико извиняюсь. Ничего дурного в мыслях. Кстати, вот тортик с пылу и жару. Держи, в знак уважения, Женька. Ба, я пошла спать. Давай. Доброй ночи, Женечка. От всей души, Ольга Николаевна. Не поздновато ли для доставки на дом кулинарии? А я все объясню. Надеюсь. Присядем. Оленька Николаевна, дело в том, что у нас с Ларисой Викторовной возникли некоторые разногласия. И глядя через призму, так сказать, вы меня понимаете. Понимаю. И? И в связи с этими событиями на почве, так сказать, происходящего, я хотел бы просить у вас разрешения. Передочерять? Да. Ненадолго. Одну ночку. Две, три. Доложитесь уже в конце концов. Святая. Святая вы женщина. Оленька Николаевна, можете пользоваться моей помощью и ночью, и днем, и... Горяченький, с пылу жару. Бабушка, я больше не хочу кашу. Я тоже, я тоже не хочу. Еще по пять ложечек. Не надо конючек. Вы знаете, я непреклонна. Так, и криком меня не возьмешь. Я не слышу. Э, Оля Николаевна, не умеете вы общаться с молодежью. Да что вы? Показываю, слушайте и запоминайте. Так, если кто-то сейчас не съест всю кашу, останется без сладкого. Понятно? А если кто-то сейчас не состегнет ширинку, останется без штанов. Ой, елки-палки. Это что, шуточки такие? Слышишь, засада не детвора. Вот именно, засада. Еще и какая. Баб, у нас что, горячей воды нету? Почему нет? Была? Бойлер, наверное, опять сломался. Ольга Николаевна. Да? Да если у вас какие-то проблемы с сантехникой, можете полностью рассчитывать на меня. Бойлер – это мой конюк. Ну, вообще-то у нас с ним такие проблемы, знаете. Я этих бойлеров чинил, не перечинил штук десять. Показывайте, где. Ну, тогда я буду вам крайне признательна. Да без проблем, для вас, Оля Николаевна. Прошу, прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Ясненько. Так, и варить на медленном огне. Странно. Я же так и делаю. Что ж ты тогда не варишься, а? Доброе утро. Стучать надо, Ольга Николаевна, когда в чужой дом заходите. Ольга Николаевна, что я вижу. Папа вас еще и домработницей на полставочке оформил. Круто. Только вы не забудьте пропылесосить, полы помыть и носочки его заштопать. Капец. Ольга Николаевна, теперь папа из-за вас еще и голодный останется. Ай. Так, крупа перловая, замачивается предварительно на 10-12 часов, а варится на медленном огне до готовности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Загнешься с этой диетой. Держи, давай. Держи, давай. Шли бы, Ольга Николаевна, домой к себе. Своих внуков кормить. Там, наверное, Женька за перловкой соскучилась. Ну, или за бабушкой, которая тут зелье приворотное готовит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Бабуля, вставай, мы идем тебя кормить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сашенька, это мы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, я заспался. Вставай, вставай, кушать будем. Очень хорошо, я как раз проголодался. Кашка перловая, как доктор прописал. Ой. Кашечку. Да, как же я ее не ценил. Это прекрасная перловая каша. А эта каша особенная. Саша, да, ее варила Катюша. Это сюрприз. Спасибо. А какой вкус, какой аромат. Да, аромат действительно сильный, только не перловый. Не пойму, в чем дело, что за запах какой-то, а? Тетя Оль, это вы папе новый парфюм купили? Девочки, вы лучше скажите мне, как там дела, так сказать, на воле. Какие новости? Да какие новости? Просто воняет рыбой. Нет, мне не воняет. Все, давай. Обед закончен, папа. Молодец. А, салфеточку. Молодец. Спасибо. Спасибо, одна. Отдохнешь? Да, посплю еще немножко. Ну, перед уходами все-таки проветрю. Не-не-не-не-не! Я боюсь, Кузняков, не дай бог, продует, еще хуже будет. Да. Не надо. Спасибо. Ну, пока. Все, пап, поправляйся. Дмитрий Александрович, как там у нас дела? Оленька Николаевна, все нормули, еще пара секунд. Я ж мастер, ого-го, у меня все в руках горит. Да. Хорошо. У вас что, котел двухконтурный? Предупреждать надо. Я извиняюсь. Бойльна, Оля Николаевна, поаккуратней. Ну, потерпите, Дмитрий Александрович, ну, пожалуйста. Что-то я не вижу у вас старых шрамов на спине. Как же те десять бойлеров, которые вы чинили, перечинили? Или вы к ним передом стояли, а? Ой. А? Дмитрий Александрович? Дмитрий Александрович? А? Дмитрий Александрович, вы меня слышите? Спасибочки, я не буду кушать. Вас что, контузило? И пить тоже. О, боже мой. Поднимайтесь. Аккуратненько, аккуратненько. Ольга Николаевна, ты дома? Ларик, только не подумай ничего дурного, просто я вот, видишь, мажу. Господи, ой. Да ради бога, что тут думать, Ольга Николаевна? Хотите я с трех раз угадаю, что здесь произошло? Вот это вот чистило дымоход и свалилось в камеру. Или нет? Оно чинило резетки и теперь весь поселок без света, да? Почти. Ага, ага, ну, понятно. Господи, кто б сомневался? Ольга Николаевна, вообще-то я на минуточку. Вот Валюша свой кардиган оставила, так я ж привезла, чтобы вы ей передали. Хорошо, я передам. Ага. Ну, ладно, пойду. Темочка ждет. Хочу ж его в город вывезти, развлечь как-то мальчика. А то ж одна, больше же некому. Да. Ну, давайте. Что она говорит, оскорбляет? Молчи уже, недоразумение. Сама алкашка. Правильно, Ольга Николаевна. Сейчас, сейчас. Задолжайте. Ложитесь уже и закройте рот. Уговорили. Я покушаю. Ольга Николаевна. Поехали. Поехали. Вот так. Кто? Что? Бабушка Оля, а почему, когда вы с детьми эти иголки срывали, нас не позвали? Ну, дорогие мои, я сама была случайным свидетелем этого шоу. Блин, обидно. Так, выбираем выражение? Все равно обидно. Едешь, может, действительно, пойдем к Сан Санычу, в нормальных условиях, вымоем голову, ну, я договорюсь. Ну, что, в дом Кати? Ба, я с идейными врагами в одну душевую кабинку не полезу. Так, умучайся тогда. Бабушка Оля, а у дяди Саши есть боли? Может, мы пойдем с дядей Митяем прогуляемся? Так, закрыли дверь с той стороны. Закрыли, закрыли, давайте. Не вздыхаем. И не сметь трогать Дмитрия Саныча. Не сметь трогать. Да, не сметь. Не сметь трогать. Он уже прогулялся один раз сегодня. У него впечатлений хватает. Евгеньша, я хотела спросить, а что у вас с Катюшей произошло? Ба, ну зачем тебе она надо? Ну, мне казалось, у вас была такая трогательная дружба и, по-моему, общие интересы. Я не могу понять, а почему ты так за нее переживаешь? Я не переживаю. А, понятно, это же ты мне бабушка, а кому-то теперь мачеха. Получается, подай. Жень, я как раз хотела поговорить на эту деликатную тему. Просто не могла найти ни повода, ни... Ба, вот когда ты свою падчерицу пошлешь в лес зимой за подснежниками, вот тогда поговорим. Да. Дмитрий Саныч, вы привязали? Ага. Вы отпускайте, Дмитрий Саныч, что у нее вцепились? А вы первый. Надо доверять людям, Дмитрий Саныч. К тому же я не ел двое суток. Неужели вы думаете, что я променяю эту гадость на ту вашу прелесть? Неубедительно, Асан Саныч. Мы с вами в одной связке, Дмитрий Саныч. Как альпинисты. Типа страхуем друг друга. Вот, именно. Ну, тогда на три-четыре. Три-четыре. Аккуратней. Аккуратней. Сашенька. Прощаемся, Дмитрий Саныч. Сан-сан-сан. Сан-сан-сан. Дышь, дышь, дышь. Саша. Ой, прости. У тебя свет горел. Я не разбудила? Нет, нет, я только собирался. Нет, ничего. Саша. Надо что-то предпринять. Ну, я по поводу девочек. Ну, как-то эту междоусобную войну, ну, пора уже прекратить. Ты права, Олечка, но... Ну, я не знаю, как-нибудь само все образуется. Оно не образуется, само собой. Если мы не приложим хоть каких-то усилий. Черт, совсем забыл. Ты понимаешь, там в школе у Кати организовывают группу для поездки в Англию. Они будут изучать язык в британских семьях. У нее завтра собеседование. У нее неплохие шансы. Я обещал отвезти. Я тут, видишь, может быть, ты сгоняешь в город, а? Да. Да? Да. Спасибо тебе. Спасибо. Пойди, мамочки. Ты лучший человек на земле. Ну, прекращай. А что у тебя окно открыто? Я чувствую, вот дует откуда. Я... Возняк. Ни в коем случае тебе нельзя. Послышалось? Все, засыпай. Да-да. Давай. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо. Спасибо. Доброе утро, Оленька Николаевна. Доброе утро, Дмитрий Александрович. Как ваше здоровье? Хорошо. Спасибо, Оленька Николаевна. Слух вернулся. Да. Правда, еще не все рецепторы работают. Но сегодня котел отремонтирован. Нет, я вызвала специалистов. Благодарю. Нет, уж поберегите себя заодно и мое имущество. Специалисты? Да. А давайте я хоть поливочную систему поправлю. Такой расход воды прямо... Вы знаете, мои расходы, они больше зависят не от воды, а от ваших рецепторов. Так что не суйте их, куда попало. Хорошо? Оленька Николаевна, а вы в город? Да. Так не волнуйтесь, я за малышами присмотрю. А вот это не сметь. У меня не так много внуков, чтобы... Короче, вы здесь восстанавливайтесь, дышите воздухом, променадничайте. Вокруг в дом не заходить, ничего не трогать. Ясно говорю? Ясно, Оленька Николаевна. Я надеюсь. Вот за эти пределы не на шаг. Понятно? Ни в коем случае. Я надеюсь. Аккуратненько, Оленька. Ничего. И выберегите себя. Доброе утро, Катюша. Ольга Николаевна, вы очень недисциплинированный таксист. Да. Опаздывать на свой первый вызов, ой, как нехорошо. Да. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнечная 6, 6 солнечная, кажется, здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Лариса Викторовна. Здравствуйте. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позвольте представиться. Меня зовут Вениамин Маркович. Можно просто Веня. Здравствуйте, Веня. Чем обязана? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаете ли, какая вчера приключилась Аказия? Эм... Один заурядный гражданин имел неосторожность наблюдать, как одна достойная дама обронила свой портмоне. Ага. И шо? И этот заурядный гражданин я. Ага. Ну и шо? А эта достойная дама... Вы. Да и шо, ну шо такое? А вот это ваш портмоне. Чего? Вы мой кошелек нашли? Господи, так вы сразу и сказали. А я вчера эта главная клуша обыскала, все облазила, так думала, потеряла. Вот, глянь, все на месте. Ну, спасибо, ну главное просто. Ну, конечно, это же мой рыцарский долг. А, о, долг прекрасный, спасибо. Ну шо, ну давайте я вас хоть чай ему хочу. Да нет, может не стоит. Ой, да шо там не стоит, вот смешное, а главное, я вас умоляю. В наше время и такое благородство. Папа, папа. Ой, здрасте. Сынок, это не папа. Здравствуйте. Мама, а когда папа приедет? Да кто же узнает твою папу, когда он придет? Ну, шо вы замерли, пойдемте чай пить. Да, да нет, наверное, не стоит. Вы, извините, конечно, очень рад был с вами познакомиться. Ага. Всего вам доброго. Разрешите откланяться. До свидания. Вам спасибо огромное, просто такая благодарная. Если шо, заходите. Ты видишь, какой благородный человек, не то шо твой отец. Пойдем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Здорово, стой. Да я с тобой разговаривать не желаю. Тоже мне дружок. Чего? Чего, ничего. У меня твоя перловка уже в огне сидит. Ничего страшного, похудеешь на пару килограмм. И еще. Врать он не умеет. Мне б так не уметь. Нам плел в три короба. Да ладно тебе. Я тебе не для этого звоню. Завтра Витек Малахов приезжает. Да ты что, Витька? Правда, приезжает только на один день. Хотел с нами завтра вечером встретиться поболтать. Ну вот. И как я с ним встречусь? С твоими режимами и диетами? Чего я Олег скажу? Ну, скажешь, что я тебя вечером повезу на МРТ. А, вот это другое дело. Твои ставки повышаются. Оп. Так, до связи. До завтра. Саша, что происходит? Ты с ума сошел? А? Почему ты здесь сидишь? Почему ты встал? Мой лечащий специалист сказал, что немного движения полезно. Да? Пап, на тебе хоть лучше? Гораздо. С такой-то диетой. Ничего не понимаю. Это же против всех законов гидравлики. Как такое может быть? Бог, помощь! А? Академик. Простите, я не академик. Я кандидат наук пока. Проблемы? А, да, знаете ли, вот эта жидкость, помещенная в этот прекрасный сосуд, никак не хочет переливаться в этот стакан. Тем самым нарушая все законы гидравлики, между прочим. Не могу взять в толк, что случилось. Понимаете, какой конфуз получился. Помощь нужна? Да, я был бы вам очень обязан, если можно, конечно. Да без проблем. МРТ, это, конечно, хорошо. Только почему в восемь вечера? М? Мне казалось, что в это время все поликлиники как раз закрываются. Олечка, ну я же не знаю этих медицинских законов. Андрей Иванович позвонил, сказал, что записал меня к хорошему специалисту. Да? Никитус, давай быстрее. Да не тянет, колымага. Это что такое, а? Будьте любезны, как называется это безобразие? Это безобразие называется. Бабушка Оля заняла всю парковку. Быстро, быстро, быстро говорим, откуда взялось это чудо техники и кому его срочно надо вернуть. Ба, это наше. Да, нам его подарили. Врать не надо. Покажите мне этого идиота, который ни с того ни с сего вот будет дарить такие дорогие подарки. Вот он. Этот идиот я, Олечка. Сан Саныч, это очень дорогой подарок. Позвольте полюбопытствовать, за какие такие заслуги? Ни за какие не заслуги, просто мне казалось, что мы одна семья. И потом эти дети оказались очень милыми и послушными. Правда, малыши? Конечно, дядя Саш. Дмитрий Саныч, это даже нельзя объяснить с научной точки зрения. Когда я увидел эту женщину, я в ту же секунду из материалиста-прагматика превратился в воинствующего романтика. Вы меня понимаете? Понимаю. Ну, я ведь образованный человек. Я кандидат на ум. Пока. Да? Пока. Ну, да, пока, пока. Так вот, я ведь понимаю, что она, ну, не пара. Нет, нет, она другая. Да перестань. Ну, нет, она красивая. Ну. Так у нее муж, ребенок. Да кто я такой? Ну, кто я? Не прав, брат Вениамин. Конечно, ты ученый. Конечно, ты кандидат на ум. Пока. Пока. Но прежде всего, ты кто? Я заведующий, кафедры, физик, будем. Ты мужик. Потому что, ты речь его в руки пускать нельзя. Любовь, она как... Как пятерка по физике. За нее бороться надо. Будешь бороться? Я? Да, ты будешь бороться? Глаза мне. Буду. Молодец. Давай. За любовь? Забороться за любовь. Ох, как я боролся за свою любовь. Как я боролся, как... Как солдат. Как настоящий герой. А теперь как дурак. Как последний дурак. Ее теряю. А потому брат Вениамин. Давай, знаешь что? М-м-м. Давай, знаешь, я пойду. Да. Пойду. Дмитрий Александрович, спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой мой. Ай, простите. Ничего, забыли? Простите, простите. Простите ничего. Забороться за любовь. Все. Все. Прости. Прости. Дорогие друзья, черти вы мои полосатые, чудики любимые. Хочу произнести тост за нас. За дружбу. Андрюша, будь здоров. Саша, будь здоров. За тебя. Хорошо сказал. Именно опомнил. Душаевна. А что? Что-что? А что такое, ты не пьешь? Я сегодня не пью. Не понял. Беркович не пьет? Да что? Что это такое? Это что, Андрюша, конец свято уже наступил, да? Да нет, ну я же говорил, какая ситуация. Ну что я Ольге скажу? Не могу. Не хочешь же дружбу. Тогда у меня другой тост. Есть сюрпризы. Дорогие товарищи, вчера на общем собрании Академии наук нашему другу, присутствующему здесь, Берковичу, Айсану Санчу, было присвоено звание члена корреспондента. Вот так. Вот это да, Санька. Нет. Молодца. Ну что нет, ну что нет, ну что нет, я сейчас тебе говорю. Ну что ж нет, да. Вот за это мы с Андрюшей только вдвоем, к сожалению, и выпьем. Нет. Что нет? Я тоже. Ура. Ура. Это другой разговор. Это другой разговор. Поздравляю. Лорик, я долго думал и понял, мы нужны друг другу. Мне трудно без тебя, а ты же совсем пропадешь без меня. В такое тяжелое время, одинокая женщина с ребенком и... Ага, вора. Алло! Дмитрий Александрович? А это шо такое? Шо тут непонятного? А вот мне шо-то совсем непонятно. Ох, как мне непонятно! Мне так и непонятно! Мне даже очень непонятно! Виня! Сынок, а шо ты тут делаешь? А как, вы же говорили, нужно бороться за любовь, вот я и... Так ты борец! Ты борец! Миня, убери руки, это будущее нашей науки! Миня, шо вы стоите уходите! Вы что себе позволяете? Миня, Миня, не трогай меня! Миня, это не то, что ты думаешь? Виня, господи! Я думаю то, что думаешь! Миня, стой! Уйди, я сказал, руки убери! Ах, ты, старший! Виня, что ты делаешь? Иди сюда! Что ты делаешь, Виня? Остановись! Будет, Тёмочка, без отца расти! А, ребята, что я сейчас подумал? Ну, взять бы все наши регалии, все наши должности, все наши приемные, секретаршины, отдать за то, чтобы вернуться на 40 лет назад, а? Ах, я бы секретарш оставил! Видишь, а водоемчик клевый! Он стоит того, а? Ну? Мало выпили? Да... Афишант! Невероятно стремительно! Прибежала Венина мама, вся в слезах, с просьбой не только довести ее до больницы, но и сопровождать. Нет, хорошо, что я дома оказалась. А что произошло-то? Ну, Ольга Николаевна, я даже не знаю, как вам объяснить. Вот как, не будешь. Ну, доктор, дай бог вам здоровья, вы спасли ему жизнь. Спасибо, спасибо, доктор. Ольга Николаевна, ну как вам это нравится? Они покалечили мне ребенка. Мы идем снимать побои, я буду подавать заявление в милицию. Мама, ничего страшного. Ну, вы же сами, объясните, ну он же сам. Что значит сам? Ребенок весь мокрый. Ну и правильно, каким он высухим, если он сам сиганул в этот пруд. Да какой пруд? Ольга Николаевна, Веня никогда не полезет в воду, он не умеет плавать, он утонет. Правда, Веня? Правда, мама, но в этот раз я полез. Вот, Ольга Николаевна, взял и полез. Полез? Да. И не утонул? Нет, меня Дмитрий Саныч спас. Чуть не ценой собственной жизни, я же говорю, это святой человек. То есть Дмитрий Саныч все-таки вас спас. Я предлагаю вот этот вот результат, этот чудесного примирения обсудить на выходе. Пожалуйста. Я этого не сделаю только из уважения к вам и вашему семейству. Тысячу благодарностей вам. Тысячу. Присоединяйтесь. Лорик, иду. Дмитрий Саныч, идите, вы наделайте делов. Я с радостью, если я чем-то помогла, вы знаете, я была бы очень рада. Спасибо, спасибо, Ольга Николаевна. Спасибо вам огромное за понимание. Вы чувствуете, да, что... Вы понимаете, выздоравливайте, пожалуйста. Аккуратнее, пожалуйста. Вене осторожнее. Еще раз, извинения. Вы против меня просто, мальчишки. Мальчишки, мальчишки. Олечка. Что? Саша, что у тебя с головой? Почему тебя скорая привезла? Нет, нет, все нормально, Олечка. Они думают, что они меня переспорят, а я их сам переспорил. Кто они? А мои. Андрей Иванович, это МРТ? Именно МРТ. А вы, как я понимаю, та самая Оленька. Она очень приятная. А вы кто? Витя. Я вас не знаю, Витя. Олечка, познакомься. Прошу прощения, больной пройдемте. Саша, мы с тобой. Мы с тобой, Саша. Я не помню. А вы что здесь здесь? Вы свое дело уже сделали. Саня. Саша. Саня, нас не пускают. Скажи мне, пожалуйста, что вы в таком виде? Я вернусь. Ну, куда ты вернешься? Олечка, они думали, что я не нырну. А я верну. Куда ты нырнешь? Я вернул. А кто думал, что там будет лебединая будка? Держите, затолкните его, пожалуйста. Понимаешь? Сопор-то, позор. Вот молодец, друг от Саши. Спасибо тебе, друг. Спасибо. Олечка. Да, пожалуйста. Не плати, я сам заплачу. Саша, я тебя умоляю. Олечка, спасибо, брат. Извините, спасибо. До свидания. Олечка, прости меня, пожалуйста. Я виноват. Я, конечно, виноват. Но я же не думал, что так получится. Бля, члены корреспондентов не каждый день дают. Ну, при чем здесь это? Я вообще не знаю, как я эти дни выжил. Руки опускались. Олечка. Я сама закрою, отойди. Мне хотелось, чтобы все как-то получше, чтобы как сложилось, чтобы у тебя с Катюшкой наладилось. Саша, вот ты человек с образованием, а ты уже член-корреспондент. Как тебе в ум пришло вот эта вот симуляция, а? Скажи, пожалуйста. Я не думал с так, Олечка, чтобы, прости, больше не... Иди, спи. Катя до сих пор считает тебя больным. Кое в чем я, конечно, согласна с ним. Прости, Олечка. Все, иди, все, иди, прощаю. Прощаю, поздравляю. Иди, спи, член-корреспондент. Академия наука. Давай, дойди только. Верь открыл. Закрой. Катюш, ты чего не ложишься? Тетя Оль, как там папа? Ну, самое трудное, оно уже позади. Просто он очень устал от этого МРТ. Действительно, довольно изматывающая процедура получилась для него. Вот. Ну, в целом, это... Катюш, да? Зачем, дорогая моя? Зачем? 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 Тетя Оль, простите меня, я была такая... Боже мой! Сказки Пушкина работы Васнецова. Пачерица рыдает на груди у мачехи. Женечка, а ты чего не спишь? Да вот, боюсь бабушку проспать. Ну, это излишне. А вы что к друг другу перелипли? Что? Что, сладенького переели? Ой, Жек, пора наезжать. Мы с тобой теперь родственницы. Да какая ты мне родственница? Дай-ка подумаю. Я теперь тебе тетя. Катя, что за угодом? Тетя Чмотя по бабушкиной линии. Что? Ты кого Чмотей назвала? Ты тебе что, заложила? Не, нет, сейчас кому-то другому позакладывает. Ой, напугала, крыса крашеная. Че? Бабушка, бабушка. Ольга Николаевна, что с вами? У тебя от сердца что-то есть? Да я не знаю. Ну, так иди, посмотри. Ну, так иду, бегу. Бабушка. Воды, Женя, воды. Воды, воды, сейчас. Спасибо, отдыхайте пока, ребятки. Оленька Николаевна, я посуду помыл. О, с приездом. О, я не понял. А шо этот грязнорабочий тут делает, а? Да, Дмитрий Александрович, затеял ремонт в доме. Как всегда, лак оказался не просто ядовитым, а долгосохнущим еще, к тому же. Поэтому вся семья Буханкиных у нас в роли беженцев. Узнаю друга Митю, а нам шо теперь делать? В смысле? Ну, нам можно в общежитие вселяться? Или для этого надо перед директором как-то станцевать? Я вас не хочу. У вас льготы. Валюша, пошли. Спасибо, Дмитрий Александрович. Спасибо. Сан-Сан, привет. Валюшенька, здравствуй. Здравствуй. Вадечка. Чемоданы. Занеси. Город Расставил сети, чтобы выловить нас Пробки И в этих пробках каждый третий увяз А где-то лето до рассвета Спит в гамаке И перламутром красит утро Волны в реке Море Я растворяюсь в этом море людей Сколько Еще до отпуска зачеркивать дней Перевернуть бы наши судьбы Вещи собрать Навстречу лету Взять и убежать Замелькают километры Кинолентой не удержать Все тревоги Оставляя где-то за порогом Попутным ветром Встретит лето И невзначай Шепну я городу Прости Прощай Попутным ветром Встретит лето Невзначай И невзначай Шепну я городу Прости Прощай Прощай Встретит лето Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Она у Берковича. Это где? Это санаторий какой? Нет, это Сан Саныч Беркович. Это Сан Саныч. Кто это? Кто? А вы не знали? Беркович. Кто это? Что случилось, Сан Саныч? Сан Саныч, понимаешь, тут такое дело, что... Ах, это очевидно он. Вишнебритый, помятый, очевидно, сильно пьющий. А вы кто? Вот гораздо правильнее было бы, если бы мы вам задали этот вопрос. Вот кто вы? Сан Саныч, я что-то не очень понимаю. Сан Саныч, я сейчас все объясню. Не надо, не трудись, помолчи, пожалуйста, Степаныч. Я сама все объясню. Видите ли, молодой человек, нам бы очень хотелось, чтобы наша дочь Ольга ночевала дома. Такое скромное желание. Может быть, я чересчур много вам хочу? Мама! Что вы здесь делаете? Это мы должны тебя спросить. Что ты здесь делаешь? Кто этот человек? Конечно, это Сан Саныч, мой сосед. Очень приятно. Я не могу сосед вам ответить взаимностью. Лёля, Лёля. Не лёлькой. Мам, я тебе все объясню. Марш домой, без разговоров. Утром поговорим. Коля, пойдём. Спасибо. Идём. Иди домой. Иди домой. Пой, пойдём. Пой, пойдём. Пой, пойдём. Бала, ты что, Сан Саныч выгнал? Не родился еще тот Сан Саныч, который меня выгнал. Калинка, это не шутки. Ты должен с ней поговорить. Дядя, Олечка уже взрослый человек, в конце концов у нее уже внуки. Взрослым человека делают не внуки, а поступки. А который у нас там час заеблешь? Сейчас. Ну, это минут десятого. Хорошо. Как десятого? Как десятого? Боже, десять приедут телевизиончики снимать передачу про Сан Саныч. Быстро вставай. Вставай, буди. Вику буди, Никиту. О, Боже мой. Валя! Валя! Проспали! Валя! Валя! Вставай, мы проспали! Вы проспали! Как проспали? Вот так! Оля Николаевна, у вас вообще стучаться учили в дверь, а? А вдруг мы тут с Валькой... голые! Сыпаш, пофантазируйте на эту тему в другое время. Саша, Саша, вставай, мы проспали. Сашенька. Ну так, вставай, хватит голосовывать. Э, подъем, я сказала. Да что ты. Сашенька. Вот она. Папуля, папуля. Пежит. Папуля, папуля. Вот она. Ты посмотри, ты посмотри, на кого ты похожа. Знаешь, кто поутру так ходит, вот, в таком виде? Сказать тебе, да? Я вам могу. Давай экзекуцию принесем на вечер, хорошо? Приятного аппетита, дорогая моя. Пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста. Все гораздо хуже, чем я думала. Саша, Саша, мы проспали, Саша. Я это чувствую, я просто, у меня снимают у меня последнее здоровье, подави чину. Валидо, у тебя с собой? Да, ну, здорово. Мальчики. Вот, прими. Кот, у меня все в порядке. Ты на грани, я же вижу, это тебе кажется так. Прими Валидо, пожалуйста. Как же это получилось-то, Лариска? Что? Сверху поладить не захотел. Да хоть ты запройся, Лариска! Лариска! Да! Не бойся. Лариска, ля, дрыхну. Лариска! Нас распали мы! Давай, давай, вставайся! Господи! Господи! Сейчас телевидение приедет, а у нас достанется. Валидо, Господи! Валидо, Валидо, Валидо! Валидо, Валидо! Валидо, Валидо, Валидо! А вот ты летаешь, а? У тебя что там, где-то пропеллер спрятан? А? Самочка Карлсона! Если ты сейчас не закроешься, я за тебя не отвечаю, ты понял? Иван Степанович, не смотрите! Да куда там? Вот какие мы ездили! Ну что, ладно, вы! В полночи Валидо! Эх, я посадочное место тут засанял! Кто там? Это я! Кто это я? Лёночка! Ага! Ой! Ой, что там? Ой, что? Да что, что? Витю попросила вчера убрать всё в шкаф! Саша, через 10 минут телевидения, еда не готова, стол не накрыт, люди не одеты. Почему ты не одет ещё? Я не знаю, я проспали же, Олечка. Мы же вчера эти все ночные приключения, понимаешь? Так, кстати, проси меня позавчерашнее, пожалуйста. Ну так, повелась со школы, понимаешь, мои родители поначалу всех парней в штуки принимают. Ольга Николаевна, а у меня, кстати, то же самое. А послушивать старших нехорошо! А обсуждать их ещё хуже. Так, Саша, у меня нет времени, займись воспитанием сам. Катя! Катя, ты можешь хотя бы с утра помолчать? Ты, ёлки-палки! Оля ещё молодая женщина. Она устраивает свою личную жизнь, это нормально. Нормально устраивает свою личную жизнь днём, а не по ночам. Оля? Да, мамуля. Вот, пожалуйста, только один вопрос мне ответь. Да? Вот как давно у вас сложились эти трогательнейшие отношения с ночёвками? Мамуля, во-первых, мы давно знаем друг друга. Во-вторых, мы работаем вместе и живём по-соседству. А, дело вот в чём, по-соседству. А если бы у тебя по-соседству была котельная, ты бы ночевала у кочегара, да? Давай не будем начинать чаю. Нельзя слова сказать. Ты видишь? Ты видишь? Чистоплодное у тебя дитё. А вот только, в Лариску, что ли? Тьфу. Девочки, что с завтраком? Олечка, не волнуйся, всё успеваем. Четыре стола тоже нарублено, ровно половина. Иди, одевайся. Так, так, так. Боже, ну что, вы стоите здесь голые, одевайтесь, выносите стол. Тёмочка, сынок, что ты там так долго делал? Зубки очистил. Видишь? Он зубки очистил. Зубки очистил. А что ты лыбишься стоишь? А что? А ты что, не слышал, что сказали? Что? Шо, быстро. Стол в руки давай, отрабатывай койко-место. Давай, 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 давай. Быстрее. Женечка. Ну вот, кажется, вы на месте. Бабуль, не подскажешь, где здесь дом, где живёт Беркович, ректор. Кого ищем, дедуля? Дорогуша, я не хотел, я не хотел вас обидеть. Нет, нет. И тем не менее, вам это удалось. Причём дважды. Во-первых, где вы увидели здесь бабулю? А потом, дорогуша, это то, что приехала с вами на машине. Что значит то, что вы себе позволяете? Рыбка, рыбка, не расстраивайся по пустякам. Ничего себе пустяки. Ты видел? Первая в мире говорящая рыбка. Она никогда вас не спрашивает, чего тебе надобно, старте. Хотя, Сашенька, ты прав. Не стоит опускаться до их уровня. К чему эти базарные склоки? Что ж вы, господин, внучку хорошим манером не научили. Какую внучку? По-моему, он уже об этом забыл. Без предупреждения. Элочка, привет. Доброе утро ещё раз. Папа, что ты здесь делаешь? Привет. Сынок. Да, да, сынок. Вот именно этот вопрос я ожидал услышать первым. Родной сын, ты же хотел поехать понырять на болелье. Да. Я хотел бы себе доставить это удовольствие. Но думаю, что здесь экстрима будет побольше. Мама, что происходит? Познакомьтесь. Что? Ах, вот. Избранница Саша. Ну, не знаю. Добрый день. Здравствуйте. Сколько Саша о вас Наденька говорил. Как не Наденька, прохнишь? Ты же говорил, что как она? Говорил я тебе 15 лет назад. Ну, что ты? Познакомьтесь, это Ольга. Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Кто это? Кто это? Папа, ну неужели трудно запомнить? Простое русское имя. Добрый день. Ольга. Я вижу все семейство в сборе. Можем начинать? Нарызь. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире ваша любимая программа «Семейный завтрак». И сегодня мы в гостях у замечательного человека, ректора нашего университета, члена-корреспондента Академии наук Александра Александровича Бирковича. Добрый день. Добрый вечер. Александр Александрович, у вас такая большая и дружная семья. Представьте, пожалуйста, ваших домочадцев. Пожалуйста. Ну, пойдем по часовой стрелке. Вот это мой отец, Александр Анатольевич. 30 лет своей жизни он отдал мне в вторгу. 25 лет из них посвятил магазинам «Березка». И что, самое удивительное в карьере? Самое удивительное, что при таком послужном списке до сих пор на свободе. Добрый вечер, Александр Анатольевич. Ага. Да. Да. А как хорошо начиналось. И это тоже, конечно. Ну, да. Откуда вообще эта запись? Да, Евгеша снимала на свою камеру. Александр Анатольевич, а кто эта очаровательная женщина рядом с вами? Моя супруга? Леонора Леонидовна, выдающийся работник медицины. Выдающийся работник медицины, академик Николай Михайлович Амосов. Ну, Коленька, что ты удивляешься? Ну, какие работники, такая у нас сейчас медицина. В общем, собственно говоря, простите, но продолжение этого шоу можно смотреть только под наркозом. Люди приехали снимать семейную программу. Стынь-то очень. Да ладно. Ну, шо вы так расстраиваетесь? Ну, родители у вас интеллигентные люди. Максимум, чем это может закончиться, так. Бытовой поножовщик. Ну, Иван, ну харе. Ну, не до смеха сейчас. Ну, шо ты? Ну, ладно, хорошо. А если серьезно, ваших родителей надо просто изолировать и все. Простите? Ну, развести противников по разным углам и все. Ну, короче, Оля Николаевна, вы завтра спокойно занимайтесь устройством банкета. Я с утра на себя возьму Берковича-старшего, а Валюха ваших родителей, все. Осталось только придумать вечерний такой какой-то совместный отдых. А высокохудожественный отдых подойдет? Шо? Я говорю о том, что я могу устроить поход в театр. Мол, видишь, вот сразу видно, член-кор. Пойдет, Александр Иванович, молодец. Как тебе идешь? Да. Что ты? Ой, боже мой, какая прелесть, а? Да. Боже, какое счастье. Лерочка, ты помнишь у Ивана Бунина? О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду может быть. Вот я сейчас такую рыбалочку устрою. Ой, просто феерия. Ха-ха-ха. Ой. Здесь природа замечательная. Наверное, самое место. Да. Рыбки побольше, да? О, Степана Николаевич. Доброго утречка. Оно было добро минуту тому назад, до того, как вы приехали сюда. Да. Мы просто тут порыбачить собрались. А вот нельзя ли ваш этот первобытный промысел перенести куда-нибудь подальше, вот эту вашу пирогу? Сдвиньте, вот туда по течению, километров за триста, туда, туда, туда. Почтенейшее. У нас есть другое предложение. Не могли бы вы дожидаться своего солнечного удара где-то в другом месте? По-моему, это хамство. А ты говоришь, бумин. Что там происходит? Евгешет, ты будешь здесь, я сейчас. Что, не нравится? Нормально. Ну вот, знаешь, только хиты 13 века не очень впечатляют. Да и Сан Саныч старик у нас продвинутый. В современной музыке фишку рубит все-таки. Слушай, а что делать, подскажи, я в современной музыке не разбираюсь. Ну, сейчас что-то придумаем. Давай, давай, шевелись. Прошу прощения. Элла, не помню, как вас по отчеству, что здесь происходит? А здесь, Леонидовна, происходит попытка спасти важное торжество. Ага. Да нет, нет, быстрей, быстрей, быстрей. Вы не отчаивайтесь, вашей вины здесь нет. Это просто, ну, у кого-то есть вкус, у кого-то немножко, увы. Ну, почему же немножко? Я смотрю здесь этого, увы, кое-кого целый грузовик. Будьте любезны, с тем же энтузиазмом. Поставьтесь, пожалуйста, на место. Будьте любезны, благодарю вас. Благодарю за сообразительность на те же места. Чудесно. А, здорово. А что ты хотел? А, не-не-не, сегодня никак. Да я тебе говорю русским языком. Сегодня никак не получится, все. Лора. Что? А кто это? Да Борисыч. А что он хотел? Да, чтобы ты на Газели в город товар отвез. Ага. А что он тебе только звонит, а? А мне нельзя? Тю, а я почему знаю, Мить? Да, наверное, же понимает, что с тобой говорит, что головой об стенку биться. А со мной дело иметь можно. Лора. Ты же это, перилка, он тоже протребал. Лора. Шо? Ты, если шо, смотри у меня. Ты ж мое отелло кучугорское. Иди сюда. Шо? Шо-шо. А ну, окно помоет, то гости придут заляпан. Шо. 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 Ты пошел на выражение лица Степановича. Жаль мужика. Ну, просто Валюха, не жалко его. Понимаешь, вот под влиянием некоторых он вступил на скользкий путь деградации. Я права, Коля? Да, Лянечка, ты всегда права. Это занятие рыбалка для беспробудных лодовей. Ага. А вот позвольте с вами не согласиться. В отличие от бездумных созерцаний горизонта, рыбалка – это большой труд. Лук. Пойдем. Пойдем, пойдем, Коля, не будем мешать трудиться этой китобойной флотилии. Я понимаю, спорить о вкусах – дело неблагодарное. Но, в конце концов, это просто неразумное расходование средств. Вы, Милочка, если мне не изменяет память, бухгалтером работаете. Это объясняет вашу чрезмерную бережливость. Да? Если мне не изменяет память, вы работали пятистрой. И это обстоятельство объясняет ваше чрезмерное увлечение гипсом. Хамка, как изысканно. Да кто угодно. Но вот этой лепнины в моем доме не будет никогда. Я вот все время думаю, Коленька, хочу тебя спросить, как генерала милиции, как ты думаешь, откуда такие средства у простого работника просвещения, чтобы нанимать вот такой лимузин. Мама. Что мама? Шикарная машина. Как раз к месту. В Европе, между прочим, принято ходить в театр вечерних платьев, бриллиантах. А чего же вы без них-то, а? Я не вижу на вас ни того, ни другого. Ваш прокол, Беркович. К чему такая роскоса, когда можно было взять нормальную машину и доехать в театр? Эллочка, ты заметила, по количеству недовольных пассажиров этот лимузин напоминает маршрутку. Граждане, передаем за проезд. Пап, ну. А сколько времени сейчас? У меня такое ощущение, что мы опаздываем. Нет, нет. Мы все успеваем, все в порядке. Слушай, дядя, звони водителю. Будем сокращать дорогу. Если мы опоздаем, будет катастрофа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как водичка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холодная очень вредная для искусственного загара, так что не советую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, тебе не надоело изображать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я ничего не изображаю. Мой сарказм и антифатия абсолютно искренне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, хорошо. Жень, ну, прости меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня галлюцинации? Или ты извинилась, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ведь кто-то должен быть умнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну да, галлюцинации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, ну, ладно тебе. Ну, я была не права. Ты меня вывела, я психанула и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осознаю и раскаиваюсь. Жень, ну, зато какой я вам с Кирюха сериал забабахала, а? Любовь, ревность, подруга коварная. Все как надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж. Эээ, ну что? Мир? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, дурелая, я тебе макияж все утро делала! Что ты наделала? А теперь мир! Теперь мир! А-а-а! Ну, как водичка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехал, давай. ДАКАДА! 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 ДАВАЙТЕ! Подожди! Сейчас, секундочку. Мабулька! Мабулька, сейчас все будет буквально через пару секунд. Сейчас, одну минуточку. А ну-ка, Ольга Николаевна, напомните ко мне, а с какого переляха мы через эти поля поехали? Мы с Сашей решили, что мы обязаны сделать, чтобы не опоздать театр, да, Саш? В какой-то степени... Конечно, да. Теперь-то мы точно в театр успеем. Теперь-то, конечно. А хорош тебе в обманите! Ну, что за человек? Ну, что это за человек? Бу-бу-бу-бу! Давай, работай! Да работай, Аляша, не работай! Бу-бу-бу! Бу-бу-бу! Бу-бу! Бу-бу-бу-бу! Вечная история. Женщина кашу заварит, а мужчина рассвернует. Где это вы видели мужчин? Настоящие мужчины там толкают этот длинновоз. Ой, Коля, ты только не подумай, я не тебя имела в виду. Ляля, это омолчание золото. Вот именно. Придется Ляле взяться за дело. Валюха! Валюха, ну-ка давай! Да ну что это, слабаки, мужики! Без нас не обойдется! Ну-ка давайте-ка все в раскачку взяли! Давай, Настя! Аккуратно, аккуратно! Аккуратно, аккуратно! Давайте, давайте, давайте! Мама! Мама! Держитесь! Держитесь! Сейчас! Настя, давайте! Когда родители развелись, мне 10 лет было. Помню, переживала жутко. Просила, чтобы они этого не делали. Плакала постоянно. Сейчас я понятно понимаю, что не они первые, не они последние, но... В глубине души я надеялась, что они все-таки сойдутся опять. Поэтому как-то твоя бабушка с моим папой... Ну, ты поняла. Злость у меня взяла жуткая просто. Не знаю, что на меня нашло, как дурочка была, честное слово. Катюш, ну, все, проехали. Ты на меня не обижаешься, честно? Не обижаюсь, честно. А, и на Кирилла тоже не обижайся. Он тут ни при чем. У нас когда с ним типа свидания были, он только о тебе и говорил. Очень трогательно, но неинтересно. Жень. Катюш, давай закроем эту тему. Наливай. Алло. Лешка, привет. Ага. Ага. Ну, окей, мы подумаем. Давай. Алексей Кучегурский имеет честь пригласить завтра нас на вечеринку по поводу окончания технаря. Конец цитаты. Да ладно. Так что тут думать? Соглашайся. Да ну, не знаю. У меня чуть настроения нет. Что значит не знаешь? Да ладно тебе, давай. Потусим. Музончик, пацанчики, давай. Кто, о чем, о вшивы и о бане. Ну и что? У меня возраст такой. У тебя, между прочим, тоже. Спасибо, что напомнила. Обращайтесь. Спасибо, что... Папа, ты извини. Спокойно, Степановна. Я здесь. Прошу. Ничего, нас так не возьмешь. Грязь с лицом не ударили. Ну да, если ударили, так только всем лимузином сразу. Эльчика, прости, я не думал, что так получится. Пошел ты. Саша, Саша. Папа. Да-да. Подожди. Аккуратно, брат. Ось, спасибо. Солечка, давай, я помогу. Спасибо. Уже помог, организовав досок. Может, как-нибудь сошли. Саша, веди его. Пойди, сейчас. Пойдем, 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 пойдем. Ба. Шо. Ну, как спектакль. Понравился? Очень. Жалко, что вы с нами не поехали. Ах, ну шо за люди. Без нас, значит. Без хозяина. Слышишь, Дедорог? Ах. Тебе что, на днях местный олигарх усыновил? Откуда такая хата? Здорово, Люба. Здорово. Так это тетки моей хата. Вот. Она сейчас жарится со своим семейством на югах. Ну и на радостях, что ее любимый племяш закончил технар, разрешила нам тут сделать сейшн. Души во мне не чает. Да. Да. Ну ладно, вы давайте тусуйтесь, а я пойду с народом пообщаюсь. Здорово. Гуляем. Леха, Леха, ну. Правда, тяжело вериться, если честно. Ой, да ладно тебе. А он что тут делает? Кто? Дед Пихто. Кирилл. Кирилл? Без понятия. Так, подружка, ты что, из-за разлучниц-сводницы решила переквалифицироваться? Жень, вместо трех сложных слов можно было сказать одно простое. С-па-си-ба. На здоровье. А ну-ка, давай сюда. Далеко не уходи. У тебя мозги не есть, еще ничего не началось, а ты уже начинаешь. Вот деревня. Это ж пуршет, Алёха. Здесь не петь нельзя, ну скажи ей лаком. Да, Алёша, ты что, а это ж пуршет. И шо? Шо, шо. Александр, пожалуйста, очень много гостей. Подвезите еще закусочек. Благодарю. Не я. Когда? Ну, что вы стоите под голосом быстренько, чтобы вы наполните. Добрый день. Рада вас видеть. Как вы? Алёшка, Алёшка, все так организовано. Алёшка, молодец. Добрый день. Очень рад вас видеть. Рад вас видеть. Рад вас приветствовать. Как вы, мои дорогие? Все хорошо? Все нормально. Все хорошо? Да. Нормально, нормально. Конечно, могло бы быть и хуже. Мама. Как мне так, Саша? И петь много. Речь в кармане. Все, ты знаешь, все. Все хорошо. Все хорошо. Да, я забыл сказать. Да? Звонил губернатор. Так, и что? Сказал, что хочет приехать лично поздравить. Ты с ума сошел? Как он у меня сошел? Ну что это? Ты мне так беспокойно об этом говоришь. Сколько парковочных мест? Откуда я знаю? Ну, а я откуда знаю? Сколько прессы? Ни на один вопрос не знаешь, а ты, Саша. Ольга Николаевна. Да, да? Да нет, ничего. Оборот избавьте, каблучки сотрете. СМЕХ 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 Мама! Оленка, как ты думаешь, сказать ей, что от таких острот можно не только каблучки сирить, но и язык сотрешь, а? Я думаю, что язык иронии недоступен представителям младшему медицинскому персоналу. Рука, не расстраивайся. Это милицейский юмор. Он был популярен еще в прошлом веке. Оленька Николаевна, не волнуйтесь, я на месте. Все помню. Зал по вашей команде. А, позже? Хорошо, позже, Ольга Николаевна. О, Оля Николаевна. Меньки-тачки. Можешь не сработать. Папа, а давай один жахнем для пробы. Я тебе как жахну сейчас по ушам. Привет, Жень. Вы что-то хотели, молодого человека? Да нет, я в заколы просто подошу. Да уж. Ну ты, Катюха, голова. Мерси. Ну и вы, Алексей, не прибедняйтесь. Ну так, давай. Уж месяц он не ел, не спал, не пил. Ходил понурый, бледный, квелый. Когда же настал момент сказать прости, он просто подошел за Кока-Колой. Да нет, Жень. Я на самом деле давно хотел тебе сказать о том, что... Коля, что происходит в нашем доме? Я не знаю, дорогая. Алло, а что здесь происходит-то, а? Народ! Сорри! Вот и закончено! Шукер победили! А существенный вклад в развитие науки присвоит доктору философских наук Берковичу А.А. Почетное звание член-корреспондент Академии наук. Число, подпись министра. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! Благодарю, друзья, благодарю. Я даже не думал, что когда-нибудь доживу до... Вот до этого всего. Спасибо огромное. Хотя нет, знаете, даже в детском саду маленького Шурика спросили. А кем ты хочешь стать, мальчик, когда вырастешь? И маленький Шурик сказал, не задумываясь, ученым. АПЛОДИСМЕНТЫ Заметьте, не военным, не космонавтом, не милиционером, а именно ученым. Это удивительно то, что при таком воспитании он не мечтал стать заведующим складом на какой-нибудь овощной базе. Я думаю, что всю жизнь меня вел по этой жизни, извините за автологию, интерес. Вот что я хочу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Боже мой, добрый день, очень рада, рада вашему, я благодарю. Александр Александрович, извините. Да, Алексей, воистину любовь к вашей тетушке безгранична. Так, хорош, хорош прикалываться. Не, ну правда, такая местина простаивает, грех было там не замутить. Тусню-то, правда? Ну кто знал, что эти буржуи так рано вернутся? Зато адреналинчика хапанули. Угу, хапанули. Тяжелая зараза. Да-да. Быстрее, быстрее. Опа-ча. Какая встреча. Я ж тебе говорил, Леха, сведемся еще. Ты мне не верил. Леха, кто это? Это, братан, проблемы. Леша, давай не связываться. Уходим. Ладно, сейчас, я разберусь. Чего умолк там? Обделался? Да это, Гриня, вообще-то по твоей части. Ты, кстати, ванну после нашей последней встречи уже принял? Или только собираешься? Ну все, Леха. Ты догавкался. Вот теперь уходим. Пацаны! Расходимся! Ага. Сюда, Женька. Давай, догоняй. Давай, ты на лево, я на право. Быстрее. Давай, давай. Стой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никитос, остались я со старшего, ничего без меня не взрывать, огонь не открывать. В воду не лезть. Понятно? Так точно. Папа, а ты куда? 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На, держитесь. У тебя огонь есть? Тсс. Обижаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, приплыли. Ну, вы горские бегаете. Ну что, может, хоть перед смертью извинишься, а? Сил землячок, сейчас будешь за своего дружка отвечать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, молодожены, вы хоть совесть-то имеете? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА От руководства нашей области поздравляем Александра Александровича с высоким званием, которое он получил за высокие научные достижения. На вас, Александр Александрович, держится наша область, и мы должны равняться на вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Б tabletop АПЛОДИСМЕНТЫ Кушать, подвинься. Ну что, голубкий? Приплыли? А ты шо тут делаешь? А с тобой я потом поговорю. Ну, пойдем with you. А подожди, тут только начало. Для тебя скоро все закончится. Ну что случилось, Митни? Пойдем-пойдем. Митень, ты что? Подтрудитесь объяснить, что происходит, чтобы размахивались руками, как провинившийся заяц. Мы за что вам деньги платили? Что случилось? А ты чего? Ты на кого глаз пал? Это моя жена, ты знаешь? Да ты что, Мизия, ничего не было. Мне кажется, что эта феерия просто не вписывается в это торжество. Я с тобой, Людмила Степановна, людям старого поколения трудно вписаться в современный ритм. Няля, ты разрешишь? Да. Да не надо ничего не говорить, пожалуйста, его субборить. Руки уберись, как! Что ты делаешь? Куда ты делаешь? Главное! Давай, давай, Коля! Давай! Что происходит? Боже мой, что это? Что это? Ребята, подождите еще! Идите сюда! Идите сюда! Нет. Все, дальше так продолжаться не может. Как это ни банально звучит, но все. Как это ни странно звучит, но кажется, я впервые с вами согласен. Спасибо. Хочу сделать вам комплимент. Да. Еще никто и никогда не портил мне отпуск так талантливо и целенаправленно. Сашенька, а вам не надоело, а? Разве мы можем с вами сравниться? Как вы себя недооцениваете? Да тот апокалипсис, который вы устроили на банкете, вы с нашими скромными возможностями... Сиди, сядь и молчи, когда взрослые беседуют. Саша. Тогда я с этой минутой предлагаю вам пакт о ненападении. И, по-моему, это прекрасный тост. Ура! Город Расставил сети, чтобы выловить нас Пробки И в этих пробках каждый третий увяз А где-то лето до рассвета Спит в гамаке И перламутром красит утро Волны в реке Море Я растворяюсь в этом море людей Сколько Еще до отпуска зачеркивать Перевернуть бы наши судьбы Вещи собрать Навстречу лету Шепну я городу Прости Прости Прощай 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 Попутным ветром Встретит лето И невзначай Шепну я городу Прости Прощай 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О, это вам придется долго соответствовать. Лет пятьдесят. А, кстати, Людмила Степановна, попробуйте блюдо моей супруги. Это мое фирменное? Сейчас попробуем, сейчас попробуем. На вид просто изумительно. Оригинально. Это вы изюм туда кладете, да? Да. Я ваниль кладу. Я, наверное, перепутала рецепт. Нет, мы не напутали рецепт. Вы создали новое блюдо. Такое оригинальное. Шедевр! Спасибо. Спасибо. Чего вы сидите? Супер, скажи. Женьке точняк понравится. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Жми на паузу, Мик Джаггер. Чего? Гитарка-то наша подорожала на целых сорок долларов. Да. Получается, мы зря корячились весь год. Обидно. Столько афер провернули, чтобы скопить на подарок сеструхе. И, упс, гениальный бизнес-план коту под хвост. Что делать будем? Откуда я знаю? Что же мы делать будем? Стоп! Есть идея. Видела, когда прабабушка приехала, она с собой привезла много старых пластинок. Да, конечно. Видела там пластинку Карла Готта? Да, и что? Ну как, что? Женька у нас кто? А, точно. Женька Готт и Карл Готт. Ну вот. Мы разведем на сорок баксов Женькиного Ромео. Звони и заказывай гитару. Хорош! Ладно. Прекрасное утро сегодня. А не выпить ли нам по бокальчику вина? А? Мама, с утра вино? Не знаю, у тебя такая реакция Можно подумать, что я попросила Грохнуть в стакан самогона Что у вас там? А, это из моей коллекции Шардоне 1969 год 1969 Как это символично Это же помнишь? 1969 год Это наша серебряная свадьба И мы с тобой как раз пили Шардоне Ваше здоровье Спасибо Саныч, ну правда, ну что мы сидим Наливай А что вы мне указываете, женщина? Вы мне кто? Если бы вы были моей женой, то да, конечно А так я свободный человек Я в паспорте штампик могу показать Вы что? Вы что, разведены? А это Да мы Это мы Фиктивно Мы просто с Валюхой хотели За границу поехать А для этого надо было Короче, это длинная история Я потом расскажу Степаныч Степаныч, вы просто падаете В моих глазах Какой кошмар Как вам не стыдно Что скажут дети? Что скажут внуки? Ну я что? Я же не против А что мне делать? Что, сейчас прямо в ЗАГС бежать? Не надо пороть горячку бежать Завтра побежишь С утра Паша, здоровье Всем доброе утро Доброе утро Бабушки, ну мы едем Вынуждены вас покинуть Мы просто К дню Женькиного рождения Собрались в торговый центр Так что приятного аппетита всем Хорошего дня Всего доброго Ну я пойду Чаю поставлю Я такой сумасшедший самовар Ух А я это Я пойду сейчас помогу Степанычу Потому что самовар Самасшедший Сейчас я Ну что? Выпьем За наш Первый успех Только не шаг туда Если можно Вот это был уже перебор Вы знаете У меня до сих пор Ижога От вашего сухарика Что это было? Александр Анатольевич Три семерочки Бортвишок Шулечка Я что-то не поняла Что сегодня за завтраком Вот это было Что это за спектакль Спасибо, пожалуйста Спасибо, пожалуйста Слышишь? Сама в шоке просто Не спугни Знаешь Лучше вот такой спектакль Чего вот эти концерты Которые они вам Каждый раз устраивают Ой, тут не говори Не говори Я с тобой такая согласная Не говори То, что нет Это вообще Вылетел Слушай О! О! Мне кажется Вот это Женьке подойдет И фасончик такой И Светочка веселенькая Алеша Понятия смешного и веселенького Все-таки разные понятия Не, ну Не, ну Сто процентов Хлопок Это ж как полезно Это же Тело будет дышать Я понимаю Но с таким вырезом Тоже тело будет дышать Ну что такое вырез Она девочка Вот как раз девочке Очень подойдет классика Какая воля классика Дитю 16 лет Какая классика Я прошу прощения Что прерываю вашу Фэшн-дискус Но ни это платьичко Ни классика Не подойдут к роликам Которых я собираюсь Встретить свой светлый Праздник совершеннолетия Евкиша Ты знаешь Мы бы с удовольствием Встали на ролики Все Я бы первая Но это не поймет Ни мои родители Понимаешь И ни родители Александра Александровича Только-только Наступило какое-то Некое хрупкое перемирие Ну давай чуть-чуть Подопряжемся все И немножечко проучаствуем Ведь я тебя прошу об этом Ты видишь Что со мной происходит Пожалуйста Ради семьи Женя, ты шо вообще Успокойся Понятно Мое совершеннолетие Пало жертвой Семейных интриг Да Да Я с трескорбием Но честно тебе Об этом сообщаю Прости Ну Женя Ну Женя Ну Женек Женек Ну что ты Ну действительно Ну ладно Ну что не сделаешь Для любимых бабушек Ну вот же Спасибо-то, дорогая Давайте Выбирайте Я готова Облачиться В любое рубище От Не подведем Никит Все-таки Нехорошо Воровать У собственной Прабабушки А кто ворует На пластинку В аренду берем Кирилл Ее Женьке Подарят И через день Она все равно В семью вернется А тебе наоборот И чистой Пробили Сорок Баксов О, вот Карл Гот Ты знаешь Что-то для Готов У него Вид какой-то Небрутальный Больше на шатуно В молодости Смахивает А то ты шатуно В молодости Видела И вообще Откуда ты знаешь Какие Готы Были Во времена Прабабушки Короче Берем И сваливаем Оля Тебе это не напоминает Ритуальные танцы После чего Не задумали еще Олечка Держись Мама А что здесь происходит Боже мой Какое тебе выражение лица Такое Как будто Мы здесь занимаемся Стриптизом Танцы Давно забытая Семейная традиция Танцуют люди Олечка Валюша Не заедетесь Смотрите Как вас зовет Золотая рыбка Действительно Валюха Присоединяйтесь Валюха 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 Знаю как вы Ольга Николаевна А я уже втянулся Мне нравится Ну рано вам еще Ну идите В дом поиграйте Валюха А мне кажется У нас какие-то Конвульсивные танцы Лучше Конвульсивные танцы Чем Судорожная война Не могу с вами не согласиться Дед Мы пошли Все пока Куда это вы собрались На дробенбас вечеринку Куда? Ну на танцы по вашему А чем ваши танцы вам не нравятся? Извините дядя Вань Но ваши танцы немножко из другой оперы Какой это другой оперы? Абсолютно с тобой согласна Подождите Оля Николаевна Это с какой другой оперы? Ну дед Ну не обижайся Но это отстой А? Чего? Саныч А ну-ка Вот это вот все Ага А ну-ка иди сюда Давай При всей семье То есть ты считаешь Что наши танцы Хуже ваших? Абсолютно с тобой согласна Ну языком молоть Оно каждый может А вот с парнем А с парнем Хочешь батл? Будет батл Давай Не знаю что это такое Но я согласен Обожаю пари Молодцы Поехали Поперед А теперь смотри Давай Давай А ну садись Ну давай посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok 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 А теперь молодежь Попрошу зрительный зал Саныч Да Можете я на минутку? Конечно Хорошо Сейчас посмотрим Интересно Спасибо Дома идем На сцену Саныч На сцену Ну Степанович Ты мне все время какие-то втягиваешь авантюры Спокойно Ты что хочешь опозориться перед малолетками что ли? Да я не помню ничего Сядь Сядь Ты перестань В детстве лопатуху танцевал Ну когда это было? Что когда? Ну вспомни что-нибудь Ну нет не вспомнишь За мной повторяй Давай 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 Пять Шесть Синь Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вот! А ты, Гриш, кип-ху! АПЛОДИСМЕНТЫ Садыч, можно написать? Ты обалдел что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, хороший танцор диск, иди, давление мерить. Вот, да, завелся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как, молодежь? Ладно, дед, уболтал, ничья. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам? Да ну что, это разве танец? Танец, это когда танцуют мужчина и женщина. Между ними происходит диалог такой, вот танец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ляля, пойдем-ка покажем им как нужно, а? Ого! Пойдем! Пойдем! Тряхнем стариной! АПЛОДИСМЕНТЫ Пошли! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Браво! Спасибо, спасибо. Он всегда был первый танцор в милиции. Я там в него влюбилась. Чтоб в памяти были те дни золотые, когда вас семьёй назовут. Горько! А хорошая здесь акустика, а? В чём дело, мужчина? Алина! Вы кто? Иван Будько. Жених. Жених похож. А это дружок мой. Здрасте. Здравствуйте. Что вы хотели? Нам бы расписаться. В каком смысле? Не, не нам бы расписаться, а нам бы супругой расписаться. Ну, как она, не супруга уже. Мы с ней сорок лет вместе прожили, потом развелись. Короче, мы от Берковича. Угу. Вам должны были звонить. Я не знаю никакого Берковича. Уважаемые, у нас сегодня очень ответственный день. У нас одновременно расписывается сто пар. Рекорд ко дню города. Так что кто мне сегодня только не звонит? Угу. 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 Ну, привет. Чего звонили? Что за спешка такая? Знаешь, Кирюх, уж больно мы с Никитой к тебе симпатией проникли. Вот и решили тебя чуть-чуть подстраховать, чтоб ты опять глупости не натворил. Ты ж помнишь, что у Жеки завтра праздник? Ну, да, конечно, помню. И подарок купил? Да, купил. Надеюсь, будет сюрприз. А что? Нет, ну ты слышал. Все же ясно. Сюрприз французские духи. Миллилитров на пятьдесят. Да, Кирюха? А вы откуда про духи знаете? Вот сколько человека учить надо. Сто раз найдите те же грабли. Походу, он эти грабли с собой носит. Точно. Ну что, покажем ему мастер-класс? Ну, давай. Смотри и учись. Это Карл Готт. Духовный отец движения Готта. Раритетный винил прошлого века. Через интернет еле-еле нашли. Такой подарок не переплюнешь. Ну ладно, мы пошли. Пока. Пока. Эй, стойте. Есть предложение. Для вас, молодые, дворцы голубые, Во всех городах создают. Чтоб в памяти были те дни золотые, Когда вас с семьей назовут. Дорогие молодые. Дорогие молодые, в добрый час вы подали друг другу руки. Сегодня в прошлом остаются годы юности и беспечности. Впереди ответственная пора семейной жизни. Пусть рекорд, который мы зарегистрируем сегодня, Станет первым для вас. Пусть ваша любовь станет для вас путеводным маяком. Я не могу, аж не верится. И не говори. Мы сами с Гиннесом в шоке. Как меня угораздило второй раз на те жениться. Нашу. Митя. Что? Мне кажется, что у нас будет ребеночек. Так кажется, Элитик. Будет. Будет. И выберешься. Будет. И начнешься. Все. Начинаешь. Как же хорошо. Пусть впереди вас ждут рекорды По количеству рожденных в браке детей И лет прожитых вместе. Правом, данным мне государством, Объявляю вас мужем и женой. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Убейте же ваш союз крепким поцелуем. Ну, Валюха, держись. Валюха, держись. Слепанович, ты не горячись, а то тебе на первую брать свою ночь не хватит. Ну, не, я уж постараюсь. Беркович, не откажите в любезности. Передайте мне раки, пожалуйста, вот с этого блюда. Рядом с вами крупный такой лежит. Спасибо. Навалденька, это наша любимая. Ой, спасибо. А вот, кстати, их сегодня Александр Анатольевич целый день собственными руками варил. Он очень извиняется, что он не смог выйти к ужину, ему не здоровится. Ну, ничего, Рыбочка, это бывает. В его возрасте это неудивительно. Конечно. Мне кажется, вот и сыр, и колбаса довольно горькие. Да? Да? Рыбочка, держи. Рыбочка, держи. Рыбочка, держи. Рыбочка, держи. Рыбочка, держи. Рыбочка, держи, нашли праздник. А вот завтра у нас Женечке 16 лет, день рождения. А у нас, Олечка, ничего не готово, никакой культурной программы. Да ладно, какая культурная программа. Да перестаньте. Утром съездим с малыми в кафе мороженое, вечером соберемся здесь, накроем стол. Женька друзяков пригласит. Посидим по-семейному с шашлычками. Эх. Портвижку не закажете, нет? Нет, я... Ну, Портвиж, ну вы меня разочаровываете, ей-богу. Ну, что это такое? Оля, какая программа у тебя для Жени? Нет, ну... С утра у нас с Женей намечена семейная фотосессия, затем кафе, а потом уже аттракционы. Мы, кстати, тоже с собой это обсуждали, мам. Ну, обсуждать это не значит, что я согласилась на это. Почему бы Женечку не отвезти в филармонию? Извините, зачем мучить девочку в пыльном велюровом кресле? Давайте отвезем Женьку в спа-салон. Я в шестнадцать мечтала о парикмахерских платьях, танцах. Вероятно, ваши мечты прививаются в медучилище, а не в мединститут. Ну, ладно. Оля, скажи, когда последний раз Женя была планетарией? А в Третьяковской галерее, в Новоисторическом музее. Папа! Что папа? Папа. Девочка должна быть образованной и культурной. Ну, папа прав, и не надо с ним спорить. Скажи мне, а ты сама? Вот когда ты последний раз была в планетарии? Ну, мама! Что мама? Беркович, вы были в планетарии? Мы сходим. Горько. Горько все. Ну, Валюха, держись! Раз! Два! Сладежь и паузь! Три! Четыре! Вот такой мужик! Пять! Вообще так получилось. Впечатляет, да? А вот цифры это кто вырезал? Я. Ну, это заметно. Аппликация из детства – это не твой конек. Так, а шары кто надувал? Я, Людмила Степановна. Беркович, у вас отдыхалки не хватило, да? Чтобы это было красиво, чтобы это было вкусно, чтобы это выглядело празднично. А вот это, кто вот эту самую растяжку вешал? Я. Я. Степаныч? Молодец! Ты, да, красиво получилось. Валюха, а ты что делала? Здесь ничего. Тоже молодец. Тоже молодец. Вообще это все получилось. Это твоя идея. Замечательная идея. Ну, теперь так, вы все помните. Да. Что, как, что нужно делать, да? Да, идем наверх, побудем Женьку. Спускаемся, папа вручает торт. Вперед! Все, ну-ка, тихо, тихо. Ти-с-с. Да, Валюха, 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 торт отдай, торт отдай. Извиняйся. Извиняйся. Оленька, как тебе идет этот колпачок? Какой ты у меня красивый. Тихо. Тихо. Пропустите меня, шарамилия. С днем рождения! С днем рождения! Я не понял. А где юбилярша? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Женечка! Включаю. Что она говорит? Всем привет. Я так понимаю, вы уже пришли меня поздравлять? Да. Собрались, да. Вы тогда дернете занавеску и посмотрите в окно. Ничего себе. Уважаемые бабушки и дедушки, извините за то, что нарушила ваши планы по поводу празднования монтажа. До моего дня рождения. Да. Сегодня имею право. Точный адрес празднования торжества все желающие могут найти в беседке. Время пошло. Ну шо, клоуны? Довольны? Ну что, я... Товарищи призывники, вы были призваны на эту лесную поляну для того, чтобы отпраздновать шестнадцатый день рождения вашей внучки Евгении Ковалевой. Вопросы есть? Вопросов нет. Я извиняюсь. Разговорчики. Не, вообще-то можно было бы и посоветоваться. Фамилия? Будько Иван. Так вот, Будько Иван, дело в том, что я очень люблю своих бабушек и дедушек. И во всем стараюсь им подражать. Но, к сожалению, умение советоваться с кем-либо не входит в число их достоинств. Стыдно, правда? Есть чуть-чуть. Ну, есть возможность искупить. Шо? Опять батл, шо ли? А тебе что, слабо? Кому слабо? Нам слабо? Да. Да легко. На раз-два-три. Делай раз. Делай два. Делай три. Опа! Пошли! Катюха, левый фланг! Есть! Погнали! Катюха, левый фланг! Есть! Погнали! 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 До лица Николай за левой фланг! Опа, старенький байк! Делай у него куда! Сюда-сюда! Анюка! Куда ты есть? Южная башня! Куды? Да убей седку давай! Куда забежать! Не стреляем от туда! Ой, ниш-нышок! Давай-давай! Думай! Ага! Врёшь, не возьмём! Степаныч! Иван Степан! Кто здесь? Мои соболезнования! Вот остряк! Ты не прикрой меня! Я прикрою! Вот так! Э! А ты что варежку разъякала? А что? Я боюсь! Жень! Хочу поздравить тебя с днём рождения и подарить тебе подарок! Спасибо, конечно, но сейчас не самый подходящий момент! Что? Что ты говоришь? Я говорю, не самый подходящий момент! Ну, Жень, война всё-таки! Всякое может случиться! Стрелять, я сказал! Как? Стрелять так, отстрелять! А-а-а! Ты что, малохвольный? Что там у тебя? Ну, и что это? Стрелять! Стрелять! Ну и что это? У-у! Карл Гот! Раритет прошлого века! У-у-у! У меня, кажись, попали несколько раз! Ну, чё, терпи, ты! Что? Сам придумал или подсказал, кто? Подсказал А я даже знаю, кто Уходим Прикроешь? С удовольствием Давай, Вика, за мной Сюнки-то свалим отсюда Ну, желторозные Ну, все Получай, прожина Вперед, вперед Давай, давай, давай А вы тут? Все, все Готовиться тебе? Да, ну Я убегаю Все Замечко Закуритесь? Нет Катюха, давай со мной Гоу-гоу-гоу Я не понял Оля Николаевна, а что вы филоники? Давай, подкинь Оружие там Забыла Где там? На полянке Быстро на поляну За табельным оружием Иначе что? Иначе расстрел Катька Катька Берегися Не древнее, я вас прикрою Вот здесь какой-то Ага Вот так вот Задержу я Вперед Иду уже И заруживайся А лет не возвращаться Я буду Возможности ползу Ну и что это было? Я тебе только что жизнь спас Вот дурак Екатерина Это что-то происходит Война Война Ну держись Ура Держись На Улепетывай Что это? Что это? Ага Получили Да что ж такое Ты его отвалочка нашла Леха Смеляй Давай Что там? Ой не могу Саныч Это ты Видел бы я Где ты Я бы тебя сейчас Прибил бы Женщина ползет Женщина Получа На тебе Здрасте Воня Николаевна Я хотел у вас спросить У вас случайно Чукчей У роду не было? В смысле? Уж больно метко У глаз бьете Екатерина Иванович Я совершенно Я не хотела Я прошу прощения Я просто сделала Вот так Да вы что там Посказилися Ну все По-моему Вы у гидру попали Ну не обижайтесь Уходим Валюша Валюша Валю Валя 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 Прости А так вот А ну да А ну-ка Апа Валюша Это я А что-то случайно Здесь А вот вы у меня Девушки Ну-ка подходи Что боишься А как вот вам Пошла Вот так Все Подходи поближе Ну давай Давай Валюша Здесь что происходит Малва Валя Два Восстание машин Да-да-да Валя За кучу гуны Вперед Да что ж такое Да, Женек, но ты нам устроила сюрприз. Я тебе клянусь, я никогда в жизни так быстро не бегал от бабы Вали. Степановна, это ж не женщина, нет, это Рэмбо Первая Корка, а Кучугурский воинствующий милитаризм, а не женщина. Ой, Людмила Степановна, Людмила Степановна, ах как жаль, жаль, что мы не участвовали в этой игре, я бы с удовольствием с вами в войнушку. Так а разве вы с момента приезда не этим занимались? Коля, она права. Женечка права, и я хочу сказать тост. Ты знаешь, я не очень люблю стрелять в людей. Понимаешь, вот мы как никто другой с Коленькой понимаем, как это опасно, к чему это приводит. С людьми надо дружить. И не всегда это получается. Саша, она брудершафт. Давайте выпьем. Вот так вот, давайте. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Защитит. И никогда не предаст. За семью. За семью. За семью. За семью. За семью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и ходит. Так, а я не понял, а что мы сидим, ничего не делаем? Именинница здесь, гости здесь. Пора дарить подарки. Супальчик, Супальчик, может мы начнем, а? Нет проблем. А, Женьш, у нас с правой бабушкой есть для тебя хороший подарок. Давай, Коленька. Вот этот музыкальный инструмент. О-о-о. Будешь музыцировать, потому что музыка — это самое эмоциональное искусство всех искусств. Играй. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, оригинально, оригинально. Но мы, значит, бабушка Оля, бабушка Валя и я. Дедушка, можно теперь мы? А что, если я скажу нет, что-то изменится, что ли? Давайте только быстро, давайте. Куда исчезли, а? Вот. Пусть это будет запасная. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Дед, а что ты там говорил? А? Да. Да? Да. Ну что, Женек, вот сейчас действительно будет сюрприз. Две гитары, это банально. Поэтому мы вот решили, баба Оля, баба Валя и я, по совету профессора, решили тебе подарить необычный подарок. Так, решили подарить тебе, угадай с трех раз, естественно, гитару. Пользуйся! Женек, за тебя! Все, давайте! Давайте! Вот так! Вот так! Три часа как уехали, а я уже за ними соскучилась, а кому-то треста лет прошло. Ну, бабоньки, ну, хорош уже плакать, а? Ну, сейчас все позаливаете. И потом, Олечка, ну, почему одни? Ну, они в коллективе, их там родители в Москве встретят. Ой, ага. И вот это, полетят в свою Испанию. Что они там забыли? Черт и шот, это она придумает, эти родители. Ну, пусть дети отдохнут перед Новым учебным годом. Я согласен с Иван Степановичем, релаксация нужна. Что ты говоришь? Чем им взять мне отдых, объясните? Патош, Олечка, шо тут? Мы тут подумали, ну, зачем нам эта Испания? И сошли на следующей станции. И взяли такси. Мне казались вечными жара и солнце. Отчего же так несправедливо это? Я едва-едва успел влюбиться в лето. А уже сентябрь постучал в оконце. Лишь вчера гитара у костра звучала. И кружились искры беззаботным танцем. А уже сегодня сказочным вагрянцем Осень все вокруг разрисовала. Я другой хочу придумать календарь. Поменяю в нем немного, между прочим. Я на пару дней всего лишь разорю январь. Украду у марта только две-три ночи. Чтобы это лето стало чуть длинней. Я успел доделать все и разобраться. И одной из трепетных ночей Ты решился мне в любви признаться. Листья на ветру кружат, с ветвей срываясь. Унося меня в далекий теплый вечер, Где тебя впервые обнимал за плечи. Лето задержать хотя бы на день пытаясь. Не хочу прощаться с полевым букетом, Робким поцелуем первого свидания. Так зачем на скорой поезд расставанья Осень покупает нам билеты. Я другой хочу придумать календарь. Поменяю в нем немного, между прочим. Я на пару дней всего лишь разорю январь. Украду у марта только две-три ночи. Чтобы это лето стало чуть длинней. Я б успел доделать все и разобраться. И одной из трепетных ночей Наконец в любви тебе признаться. Чтобы одной из трепетных ночей Ты решился мне в любви признаться. Я не хочу прощаться с полевым букетом, Белого наτού , Субтитры создавал DimaTorzok